Рассказ Испанца Мансада Каждую неделю ко мне приезжал молодой дворянин вместе с очень красивой дамой. Они ласкали меня, называли милым мальчиком, и я, восхищенный изяществом, с которым мой юный отец завертывался в плащ, а моя мать прикрывала лицо вуалью, и неописуемым превосходством их над теми, кто меня окружал, был сам с ними очень ласков и просил их взять меня к ним домой. Слыша эти слова, они всякой раз плакали, делали какой-нибудь ценный подарок старухе, у которой я жил, и которая, предвкушая его, всегда в их присутствии старалась быть особенно услужливой. Я заметил, что приезжали они всегда поздно вечером и очень ненадолго. Таким образом, детство мое было окутано тайной, наложившей неизгладимую печать на весь мой характер и на чувства и стремления, владеющие мною сейчас. Потом в жизни моей произошла внезапная перемена. Однажды за мной приехали, переодели меня в роскошное платье и посадили в великолепную карету, находиться в которой мне было так удивительно и непривычно, что у меня закружилась голова, и привезли во дворец, стены которого, как мне тогда казалось, поднимались к самому небу. Меня поспешно провели сквозь анфиладу покоев, роскошь которых слепила глаза, где множество слуг встречало меня низкими поклонами в кабинет, где восседал благородного вида старец. Поза его была столь величественна, и его окружало такое торжественное молчание, что мне захотелось пасть на колени и поклоняться ему, как мы поклоняемся какому-нибудь святому, чье изваяние мы видим, пройдя через пределы огромного храма, где-то в глубине его, в уединенной нише. Мои отец и мать стояли тут же, и оба были преисполнены благоговейного страха перед этим бледным и величественным старцем. Увидев их, я стал еще больше его бояться, и когда они подвели меня к его стопам, то у меня было такое чувство, что меня словно приносят ему в жертву. Он все же поцеловал меня, но неохотно, и лицо его сделалось при этом еще более суровым. Когда же вся эта торжественная церемония, во время которой я дрожал, закончилась, слуга провел меня в отведенные мне покои, и все прочие слуги были почтительны ко мне, как к сыну вельможи. Вечером мои отец и мать пришли ко мне. Оба они целовали меня и плакали, но мне казалось, что слезы их вызваны не только печалью, но и любовью. Все окружающее выглядело настолько необычно, что во мне самом пробудилось должно быть что-то новое. Сам я настолько переменился, что мне хотелось видеть изменившимися и окружающих меня людей, и если бы этого не произошло, меня бы это до крайности поразило. Одна перемена следовала за другой с такой быстротой, что меня это опьяняло. Мне было тогда двенадцать лет, и образ жизни, который я вел в раннем детстве, непомерно развил мое воображение, подавив все другие способности. Всякий раз, когда открывалась дверь, что бывало нечасто, и лишь для того, чтобы возвестить, что наступил час мессы, обеда или занятий, я ждал, что непременно должно произойти нечто необычайное. На третий день, после прибытия моего во дворец Мансада, дверь отворилась в неурочное время. Одно это повергло меня в дрожь от предчувствия того, что будет, и вошли родители мои в сопровождении многочисленных слуг. С ними был мальчик. Будучи выше меня ростом и обладая уже сложившейся фигурой, он выглядел старше меня, хотя в действительности был на год моложе. — Алонсо, — сказал мне отец, — обними своего брата. Я кинулся к нему со всем простодушием и нежностью детства, которое радуется каждой новой привязанности и, может быть, даже хочет, чтобы она длилась вечно, однако неторопливые шаги моего брата, та сдержанность, с которой он на какое-то мгновение протянул обе руки и склонил голову мне на левое плечо, чтобы потом тут же вскинуть ее и уставиться на меня пристальным взглядом своих светившихся высокомерием глаз, оттолкнули меня и обманули мои ожидания. Тем не менее, исполняя желания отца, мы обнили друг друга. — А теперь возьмитесь за руки, — продолжал отец, и, казалось, ему доставляла радость видеть нас вместе. Я протянул брату руку, и мы провели так несколько минут, а отец и мать стояли поводаль и глядели на нас. В течение этих нескольких минут я имел возможность переводить взгляд с родителей на брата и судить о том чувстве, которое испытывали тогда они, видя нас рядом и сравнивая друг с другом. Сравнение это было отнюдь не в мою пользу, «Хотя я и был высокого роста, брат мой оказался гораздо выше меня». В выражении лица его была уверенность, вернее сказать, торжество. Его блестящей внешности был под стать и блеск его темных глаз, которые попеременно глядели то на меня, то на родителей, и, казалось, говорили, «Выбирайте же одного из нас, и пусть это буду не я, если у вас хватит на это смелости». Отец и мать подошли к нам и обняли обоих. Я ласково к ним прильнул. Брат мой принял эти изъявления нежности с каким-то гордым нетерпением, словно ждал от них подчеркнутого признания своего превосходства. Больше я их не видел. Вечером все домочадцы, которых было, вероятно, не меньше двухсот, погрузились в скорбь. Герцог Мансада, весь облик которого был страшным преддверием смерти и которого мне довелось видеть всего лишь раз, скончался. Со стен были сняты шпалеры, все комнаты заполнились духовными лицами, приставленные ко мне слуги, перестали обращать на меня внимание, и я бродил один по огромным покоям, пока нечаянно не приподнял край черной бархатной занавеси и не увидел картины, которая, как ни был я еще юн, повергла меня в оцепенение. Родители мои, одетые во все черное, сидели возле неподвижно лежавшей фигуры, в которой я узнал моего деда. Я решил, что старец спит только очень глубоким сном. Там же находился и мой брат, который был тоже в черном, но как непричудлив и не странен был его вид, выражение лица его говорило, что ему вовсе не по душе этот маскарад, а в сверкающих глазах его сквозила высокомерие, казалось, он нетерпеливо ждал скорейшего окончания той роли, которую ему приходило сыграть. Я кинулся к ним. Слуги не дали мне подойти. Почему же меня не пускают туда, а младшему брату моему все позволено? Один из священников подошел ко мне и увел меня прочь. Я начал отбиваться и спросил его с заносчивостью, которая выражала мои притязания, но, как видно, отнюдь не была оправдана моим положением. Кто же я такой? Внук покойного герцога Мансады, последовал ответ. Тогда почему же со мной так обращаются? Ответа я не получил. Меня отвели в мои покои и приставили к дверям слуг, которым было строго наказано никуда меня не выпускать. Мне не было позволено присутствовать на похоронах герцога Мансады. Я видел, как пышная и печальная процессия выезжала из ворот дворца. Я перебегал от окна к окну, чтобы посмотреть на торжественное шествие, но мне не дали к нему присоединиться. Через два дня мне сказали, что у ворот меня ждет карета. Я сел в нее, и меня отвезли в монастырь экс-иезуитов. Все хорошо знали, что они существуют, и при этом ни один человек в Мадриде не смел высказать это вслух. Было заранее условлено, что они примут меня на содержание и воспитание, и что по приезде я сразу же останусь у них. Я стал прилежно заниматься. Учителя мои были довольны мною, родители часто посещали меня, выказывая по-прежнему свою любовь, и все шло хорошо до тех пор, пока как-то раз, когда они уходили, я не услышал, как старый слуга из их свиты и сказал, что находит странным, что старший сын теперешнего герцога Домонсады воспитывается в монастыре и готовится к монашеской жизни, в то время как младший пользуется всей роскошью, живя во дворце, и имеет таких учителей, которых приличествует иметь его званию. Слова «монашеская жизнь» поразили меня. Они объяснили мне не только то снисходительное отношение, которое я встретил в монастыре, снисхождение отнюдь не свойственное, присущее ему строгой дисциплине, но и те необычайные выражения, с которыми всегда обращались ко мне в настоятель, вся монашеская братья и воспитанники монастыря. Из уст настоятеля, с которым я виделся раз в неделю, я слышал самые лестные отзывы о достигнутых мною успехах в учении. Похвалы эти заставляли меня краснеть, ибо я знал, что учусь далеко не так хорошо, как иные из воспитанников, после чего настоятель благословлял меня, причем всякий раз добавлял, «Господи, ты не потерпишь, чтобы сей агнец был исторгнут из твоего стада». Братья всегда старались выглядеть при мне неспокойными и выигрывали от этого гораздо больше, нежели от всех цветов красноречия. Все мелкие монастырские ссоры и интриги, непрестанные и ожесточенные столкновения различных привычек, характеров и интересов, старания всех этих пребывающих в заточении душ хоть чем-нибудь себя приободрить, борьба за то, чтобы любым способом скрасить серое однообразие и возвысить безнадежную посредственность, все это делает монастырскую жизнь, похожей на изнанку шпалеры, где заметны только торчащие в беспорядке концы нитей и грубые контуры изображений, где нельзя увидеть ни ярких красок, ни всей роскоши самой ткани, ни великолепия вышивки словом того, что делает лицевую сторону такой ослепительно красивой. Вся красота жизни тщательно от меня скрывалась. Иногда, правда, мне доводилось кое-что услышать. И как я тогда не был молод, я не мог надевиться тому, что люди, принесшие в обители из мирской жизни самые худшие свои чувства, могли вообразить, что в ее стенах смогут найти спасение от снидающей их злобы, угрызений совести и кощунственных мыслей, таким же притворством встретили меня и воспитанники монастыря. У меня было такое чувство, что с момента моего появления все обитатели его стали ходить в масках. Стоило мне подойти к кому-нибудь из них в минуту досуга, как они прерывали дозволенные им игры и напускали на себя тоскующий вид, как будто вся эта тщета лишь напрасно отвлекает их от более возвышенных занятий, которым они себя посвятили. Кто-нибудь из них, подойдя ко мне, мог сказать, как жаль, что нам приходится все это делать в угоду нашей немощной площади. Как жаль, что мы не можем безраздельно отдать наши силы служению Господу! Другой восклицал, самое большое счастье для меня — это петь в хоре. Какое восхитительное надгробное слово произнес настоятель, когда хоронили брата Иосифа. Какой потрясающий реквием! Когда я слушал его, казалось, что небеса разверзлись и ангелы спустились, чтобы взять к себе душу усопшего, подобные речи, да еще и куда более ханжеские, мне приходилось слышать изо дня в день. Теперь я начинал понимать, что за этим скрывалось. Они верно думали, что имеют дело с человеком очень слабым. Однако неприкрытая грубость их действий только насторожила меня. Я стал видеть с ужасающей ясностью все хитросплетения лжи. — Вы готовите себя к монашеской жизни, не так ли? — спросил я нескольких воспитанников. — Да, мы надеемся на это. А ты ведь жаловался, Олива, как-то раз. Ты не знал тогда, что я слышу твои слова, что тебе до смерти надоели все проповеди на жития святых. — Должно быть, это во мне говорил злой дух, ответил Олива. А он был одного со мной возраста. Сатане иногда позволяют вводить в соблазн тех, кто находится в самом начале послушания, и кого он поэтому больше всего боится потерять. — А ты, Балькастро, говорил, что у тебя нет ни малейшего влечения к музыке. А уж, как ли это так, то хоровая музыка меньше всего может прийти с тебя по вкусу. — Господь с тех пор вразумил меня, ответил юный лицемер, осеняя себя крестным знаменем. — Ты ведь знаешь, светочей моих, нам обещано, что глухие услышат. — Где же это обещано? — В Библии. — В Библии? — Так нам же не позволяют ее читать. — Верно, дорогой мой Монсада, но с нас довольны и слов настоятелей и братьев. Ну, разумеется, наши пастыри должны взять на себя полную ответственность за то состояние, в которое они нас повергли, захватив в свои руки право поощрять нас и наказывать. Только скажи, Балькастро, неужели ты собираешься как в этой жизни, так и в грядущей полагаться на их слова и отрекаться от жизни, прежде чем тебе доведется ее испытать. Дорогой мой, ты говоришь это только для того, чтобы соблазнить меня. Я говорю, не для того, чтобы соблазнить, возразил я и, возмутившись, собрался был уйти, но как раз в эту минуту зазвонил колокол и звон его подействовал на всех, как обычно. Товарищи мои напустили на себя еще более благочестивый вид, а я старался вернуть себе самообладание. По дороге в церковь они перешептывались между собою, стараясь, однако, чтобы я услышал то, что они сообщают друг другу. До меня долетели слова, напрасно он противится благодати. Призывание его совершенно явно. Это победа Господа нашего. В нем и сейчас уже можно узнать избранника небес, у него монашеская походка, глаза опущены долу, движением рук он невольно подражает крестному знамению, и сами складки его одежды по какому-то божественному наитию располагаются так, как на монашеской рясе. Все это говорилось, невзирая на то, что я ходил шатаясь, лицо мое горело, и в то время, как взгляд нередко бывал устремлен ввысь, руки торопливо подбирали полы рясы, которая от волнения моего спадала у меня с плеч. Беспорядочно свисавшие складки делали ее похожей на все что угодно, только не на монашеское одеяние. С этого самого вечера я стал замечать грозившую мне опасность и думать о том, как ее избежать. У меня не было ни малейшей склонности к монашеской жизни, однако после вечерней в церкви и вечерней молитвы у себя в келье мне начинало казаться, что само отвращение мое к ней и есть уже грех. Чувство это становилось еще острее, когда наступала ночь и все погружалось в тишину. Долгие часы лежал я в кровати, был не в силах уснуть и молил Бога вразумить меня, сделать так, чтобы я не противился его желанию и вместе с тем дать мне со всею ясностью почувствовать, чего же он от меня хочет и если ему не угодно призвать меня к монашеской жизни, то пусть он поддержит мою решимость пройти сквозь все испытания, которые на меня наложат, лишь бы не профанировать эту жизнь исполнением вынужденных обетов и отчужденностью души. Для того, чтобы молитвы мои оказались более действенными, я обращал их сначала к Пресвятой Деве, потом к Святому Покровителю нашего рода и, наконец, к Святому в канун дня, которого я родился. От волнения я так и не сомкнул глаз до самой утренней мессы, но к утру я ощутил решимость, во всяком случае мне показалось, что она, наконец, пришла ко мне. Увы, я не знал, с чем мне придется столкнуться. Я был похож на человека, который вышел в открытое море, взяв с собою однодневный запас провианта и вообразил, что вполне себя обеспечил и сумеет теперь добраться до полюса. В тот день я с необычным для меня прилежанием исполнил все так называемые упражнения для духа. Я уже начал ощущать потребность накладывать на себя какие-то обязательства, роковое последствия монастырских установлений. Обедали мы в полдень. Вскоре после обеда отец прислал за мною карету и мне было позволено покататься в течение часа по берегу Мансонареса. К моему удивлению, в карете оказался мой отец. И, хоть он поздоровался со мною на этот раз несколько смущенно, я был счастлив его увидеть. Он, во всяком случае, был мирянином и, может быть, человеком с сердцем. Меня огорчили сдержанные слова, с которыми он обратился ко мне, услыхав их. Я весь похолодел и сразу же принял твердое решение быть и с ним на стороже, как со всеми, с кем мне приходилось общаться в стенах монастыря. Нравится тебе жить здесь в обители, спросил отец. Очень нравится, ответил я. В ответе моем не было ни слова правды, но страх быть обманутым неизбежно толкает на ложь, и нам приходится только благодарить за это наших наставников. Настоятель очень тебя любит. Кажется, да. Братья очень внимательно к твоим занятиям, они могут руководить ими и должным образом оценить твои успехи, кажется, да, а воспитанники принадлежат к самым знатным испанским семьям, они все довольны своим положением и хотят воспользоваться теми преимуществами, которые оно дает, кажется, да. Дорогой мой мальчик, почему ты три раза ответил мне той уже самой ничего не значащей фразой, потому что я подумал, что все это мне только кажется. Так как же ты говорил, что все благочестие этих праведных людей и глубокое внимание со стороны учеников, чьи занятия в равной мере благодетельны для человека и умножают славу церкви, которой они служат. Папенька, я ничего не говорю о них, но я осмеливаюсь говорить о себе. Я никогда не смогу быть монахом, и если вы хотите добиться именно этого, презирайте меня, прикажите вашим лакеям вытащить меня из кареты и оставить на улице. Лучше пусть я буду собирать милостыню и кричать «Огонь и вода!» «Только не заставляйте меня стать монахом!» Отец мой был поражен. Он не сказал ни слова в ответ. Он никак не ожидал, что я раньше времени узнаю тайну, которую он собирался мне открыть. В эту минуту карета свернула на прадо. Глазам моим предстало множество великолепных экипажей, запряженных украшенными перьями, лошадьми в роскошных попонах. Красавицы кланились кавалерам, которые несколько мгновений стояли еще на приступке кареты, а потом отвешивали прощальный поклон своим дамам сердца. В эту минуту я заметил, что отец мой оправил свою роскошную мантию и шелковый кошель, в которой были убраны его длинные черные волосы, и сделал лакеем знак остановить карету, собираясь выйти и смешаться с толпой. Я воспользовался этой минутой и ухватился за краи его мантии. Папенька, вам значит нравится этот мир, так почему же вы упорно хотите, чтобы я, ваш сын, от всего этого отрекся? Но ты еще чересчур юн для него, дитя мое. Но раз так, то я, разумеется, чересчур юн и для другого мира, для того, в котором вы принуждаете меня жить. Как я могу принуждать тебя, дитя мое, мой первенец, в словах этих было столько нежности, что я невольно припал губами к его рукам, а лоб мой ощутил горячее дыхание его поцелуя. Именно в эту минуту, воодушевленной надеждой, я мог внимательно присмотреться к чертам его лица, к тому, что у художников принято называть физиогномией человека. Ему не было еще и шестнадцати лет, когда он сделался моим отцом. Он был хорошо сложен, лицо его поражало красотой и удивительно располагало к себе. Я не знал никого, кто бы мог сравниться с ним по красоте. Ранняя женитьба уберегла его от всех дурных последствий юношеских излишеств. Он сохранил и свежий цвет лица, и гибкий стан, и все очарование юности, которое так часто, не успев расцвесть, увядает, опаленное пороком. Ему было двадцать восемь лет, а выглядел он лет на десять моложе. Он, как видно, осознавал это сам и умел радоваться жизни так, как будто весна ее все еще длилась. Бросаясь с головой в кипучие наслаждения, которыми его дарила молодость, и вкушая всю сладость, окружавшая его роскоши, он в то же самое время обрекал своего совсем юного сына на холодное и безотрадное однообразие монастырской жизни. Я ухватился за эту мысль, как утопающий. Но нет соломинки более хрупкой, чем та помощь, которую вы надеетесь получить от человека, оберегающего свое положение в свете. Наслаждение до крайности эгоистично, а когда один эгоист обращается за помощью к другому, то не похож ли он на несостоятельного должника, который просит своего товарища по тюрьме взять его на поруки? Таково было мое убеждение в ту минуту. Но все же, поразмыслив, ведь в молодые годы отсутствие жизненного опыта нередко восполняется в нас страданием и более всего умудрены в жизни как раз те, кто прошел в ней эту тяжелую школу. Поразмыслив, я пришел к выводу, что жизнелюбие, которое в известном смысле делает человека эгоистом, вместе с тем развивает в нем великодушие. Тот, кто по-настоящему привык наслаждаться жизнью, хоть он и не поступится даже самой малой толикой своего счастья, чтобы спасти от гибели целый мир, все же полон желания, чтобы все остальные радовались жизни так же, как он, лишь бы не за его счет, потому что собственное его наслаждение станет от этого еще полнее. Я ухватился за эту мысль и принялся просить моего отца дать мне еще раз взглянуть на только что виденные мною пышность и блеск. Он согласился, и уступчивость эта смягчила его сердце. Он оживился при виде пестрой светской толпы, интересовавшей его больше, нежели меня, ибо я наблюдал только за тем впечатлением, которое все это производило на него, и сделался еще внимательнее ко мне. Я этим воспользовался, и после того, как вернулся в монастырь, обратил едва ли не все свои душевные силы и весь свой ум на то, чтобы иступленной любовью разбудить его сердце. Я сравнивал себя с несчастным Исавом, которого его младший брат лишил права первородства и восклицал его словами, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, да, и меня тоже, отец. Отец мой был тронут. Он обещал мне, что отнесется к моей просьбе со всем вниманием, но тут же намекнул, что против этого могут быть возражения со стороны моей матери, в особенности же со стороны ее духовника, который, как я впоследствии узнал, держал у себя в подчинении всю семью и сослался на еще какие-то непреодолимые и неизъяснимые трудности. Он позволил мне, однако, поцеловать ему на прощание руку и тщетно пытался совладать с собой, когда почувствовал, что она сделалась мокрой от моих слез. Только спустя два дня я был вызван к духовнику моей матери. Он ожидал меня в монастырской приемной. Я решил, что причиной того, что он так долго не появлялся, были семейные споры или, как мне тогда казалось, даже некий заговор, и сделал попытку подготовить себя к разного рода военным действиям, какие мне теперь приходилось предпринимать в борьбе с родителями, духовниками, настоятелями и монахами и воспитанниками монастыря. Все ведь они дали клятву одержать надо мною победу и, разумеется, готовы были прибегнуть для этого к любым средствам, будь то штурм, подкоп, мина или блокада. Я начал прикидывать в уме, как велики силы нападающей стороны, и старался обеспечить себя оружием, которое могло бы помочь мне отразить различные виды атак. Отец был человеком добрым, податливым и неустойчивым. Мне удалось смягчить его и расположить к себе, и я чувствовал, что большего мне от него не добиться. Духовника же следовало встретить другим оружием. Спускаясь в приемную, я обдумывал, какой походкой я должен к нему подойти, каким взглядом на него посмотреть. Изменял голос, поправлял платье, я был на стороже телом, духом, выражением лица, тем, как я был одет. Все приобретало теперь значение. Это оказался строгой, но с виду приветливый священник. Чтобы заподозрить его в предательстве, надо было быть самому предателем, подобным Иуде. Я почувствовал себя обезоруженным. Меня начали даже мучить угрызение совести. Может быть, говорил я себе, я все это время вооружался против того, кто будет вестником мира. Духовник начал с незначительных вопросов о моем здоровье и моих успехах в занятиях, однако видно было, что делает он это неспроста. Я подумал, что, желая соблюсти все приличия, он не торопится приступить к разговору о том, что побудило его приехать. Отвечал я ему спокойно, но сердце мое стучало, последовало молчание, а потом, повернувшись ко мне, он сказал, дитя мое, я понимаю, что ты не хочешь становиться монахом и что тебя не переубедить. в этом нет ничего удивительного. Монашеская жизнь дело нелегкое для совсем еще юного существа, да и вообще, я не знаю, какому возрасту могут быть особенно приятны воздержания, лишения и одиночества. Таково было, несомненно, желание твоих родителей, но все тоже слова эти звучали так искренне, что почти покорили меня. Я позабыл о том, что надо быть осторожным, да и еще кое о чем, и воскликнул, ну и что же с того, отец мой? Я только хотел отметить, сколь редко наши собственные взгляды совпадают со взглядами других в отношении нас, и сколь трудно бывает решить, которые ближе к истине. И это все, что вы хотели сказать? Разочарованно спросил я и отшатнулся. Да, все. Есть, например, люди, к числу их я когда-то принадлежал и сам, у которых воображение до чрезвычайности развито, им кажется, что больший жизненный опыт и не подлежащая сомнению родительская любовь дает им право решить этот вопрос лучше, нежели их детям. Иные доходят даже до такой нелепости, что начинают говорить о каком-то естественном праве, природных обязанностях, вытекающих из понятия долга, и о пользе принудительной сдержанности. Но с тех пор, как я имел удовольствие ознакомиться с твоим решением, я начинаю думать, что подросток, которому нету тринадцати лет, может быть в этом отношении непревзойденным судьей, в особенности же, если дело хоть в малейшей степени касается интересов его вечной, а равно и временной жизни, в этом случае он обладает двойным преимуществом, он может подчинить своей воле не только родителей, но и духовника. Отец мой, прошу вас, обойдитесь в разговоре со мной без иронии и насмешки. Может быть, вы и очень умны, но мне просто хочется, чтобы слова ваши были серьезны, и я оказался бы в состоянии их понять. Итак, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой серьезно. Он какое-то время как будто собирался с мыслями, прежде чем задать мне этот вопрос. Ну, конечно. Так вот, если говорить серьезно, то неужели ты не веришь, что родители твои тебя любят? Неужели ты с младенческих лет не почувствовал их любви? Неужели они не прижимали тебя нежных груди, когда ты еще лежал в колыбели? Услышав эти слова, я тщетно пытался совладать собой и, обливаясь слезами, ответил «Да». Мне жаль, дорогой мой мальчик, что ты так удручен. Мне хотелось возвать к твоему рассудку, ты ведь чрезвычайно умен. К нему-то я и обращаю эти слова. Неужели тебе может прийти в голову, что родители, которые всегда были так нежны с тобой, которые заботятся от тебя не меньше, чем о спасении души, могли проявить в отношении тебя, а именно это и я стоит из твоего собственного поведения, беспричинную жестокость, потакая лишь своей прихоти? Неужели ты не задумываешься над тем, что на все это есть причина и притом весьма основательная? Неужели чувство долга и высший разум не подсказывают тебе, что следует вникнуть в их решение вместо того, чтобы противоборствовать ему? Так значит, я дал им к этому основание своим поведением? Я готов сделать все, что угодно, пожертвовать всем, понимая, ты готов сделать все, что угодно, но только не то, чего от тебя требуют, и пожертвовать всем, но только бы не поступиться собственным желанием. Но вы намекнули, что есть какая-то причина. Духовник молчал. Вы же сами вынуждаете меня думать о ней. Духовник продолжал молчать. Отец мой, заклинаю вас вашим санам. Дайте мне взглянуть на этот страшный призрак. Каков бы он ни был, я не дрогну ни перед чем, кроме как перед приказанием родителей. Но есть ли у меня право открывать тебе эту тайну, сказал духовник, как бы разговаривая сам с собою. Могу ли я допустить, что начав с неповиновения родительской власти, ты научишься уважать чувства, которые питают к тебе твои родители. Отец мой, мне непонятны ваши слова. Дорогой мой мальчик, обстоятельства вынуждают меня действовать с осторожностью и сдержанностью, отнюдь несвойственными моему характеру, ибо, как и ты, я человек примодушный. Мне страшно открывать эту тайну. Я привык оправдывать оказанное мне доверие и не дешаюсь что-либо сообщать столь горячей и порывистой натуре, как вы. Я попал в очень трудное положение. Отец мой, будьте откровенны со мной и в словах, и в поступках. Этого требует и мое положение, и ваше призвание. Отец мой, вспомните надпись над исповедальней, которая потрясла меня до глубины души, когда я впервые ее прочел. Господь слышит тебя. Вспомните. Господь слышит вас повсюду. Так неужели же вы не будете откровенны с тем, кого он вам верил? Говорил я в большом волнении, да и духовник, казалось, был тоже взволнован. Он провел рукой по глазам, которые были так же сухи, как его сердце. Какое-то время он молчал, а потом сказал, можно ли положиться на тебя, дорогой мой? Должен тебе признаться, что, идя сюда, я собирался говорить с ребенком, а теперь вот убеждаюсь, что передо мною мужчина. Ты вдумчив, проницателен, решителен, как настоящий мужчина, не таковы ли и твои чувства? Испытайте меня, отец мой. Я не заметил тогда, что его ирония, его таинственность и все горячие излияния чувств были всего-навсего хорошо разыгранным спектаклем, и во всем этом не было ни откровенности, ни заинтересованности моей судьбою. А что, если я доверюсь тебе, мой мальчик? Я буду вам благодарен, и сохранишь все в тайне? Я сохраню все в тайне, отец мой. Кали так-то представь себе, отец мой, не вынуждайте меня ничего представлять себе, откройте мне всю правду, глупыш. Неужели ты считаешь меня таким плохим художником, что я должен подписывать под изображенной мной картиной ее название? Отец мой, я понял значение этих слов, и не стану больше вас прерывать, кали так, то представь себе честь одного из самых знатных домов Испании, спокойствие всей семьи, чувство отца, честь матери, интересы религии, вечное спасение души, и положи все это на одну чашу весов. Как по-твоему? Что может все это перевесить? — Ничто! — порывисто воскликнул я. — Да ведь тебе и нечего положить на другую чашу. Прихоть мальчишки, которому еще нет и тринадцати лет, вот все, что ты можешь противопоставить требованиям природы, общества и Бога. Отец мой, я проникаю с ужасом, слушая ваши слова. Неужели же все зависит только от меня одного? — Да, все зависит от тебя одного. — Но как же это? Я в смущении, я готов на любую жертву. Скажите, что же мне делать? — Принять монашескую жизнь, дитя мое. Этим ты осуществишь желание тех, кто тебя любит, обеспечишь себе спасение души и исполнишь волю Господа нашего, который ныне призывает тебя голосами твоих любящих родителей и мольбою служителя небес, который сейчас опускается перед тобой на колени, и он действительно стал передо мной на колени. Неожиданная выходка эта была так отвратительна и так напоминала мне напускное смирение, столь привычное в монастырской жизни, что начисто уничтожило действие его речей. Я отшатнулся от протянутых ко мне рук, отец мой. Я не могу, я никогда не стану монахом. Несчастный, значит, ты не хочешь внять зову совести, увещанием родителей и глазу Божию ярость, с которой он произнес последние слова, превратившись вдруг из посланца небес во взбешенного злобного демона произвела на меня действие, противоположное тому, на которое он рассчитывал. Я спокойно ответил, совесть меня нисколько не мучит. Я никогда ничего не делал ей наперекор. Уговоры родителей я слышу только из ваших уст, и я не такого дурного мнения о них, чтобы думать, что они могли на это решиться, а глаз Божий, что находит отклик в моем сердце, велит мне не слушать вас и не порочить служение Господу лицемерными обетами. В то время, как я говорил это, духовник весь переменился, выражение лица его, движение и слова все стало другим. После горячей мольбы и неистовых угроз он мгновенно с той легкостью, которая бывает лишь у искусных актеров, как бы застыл в суровом безмолвии. Поднявшись с пола, он предстал передо мной подобно тому, как пророк Самуил предстал перед изумленным взором Саула. За одно мгновение от роли, которую он играл, не осталось и следа. Передо мною был не актер, а монах. Так значит, ты не примешь обет? Нет, отец мой, и не посчитаешься с негодованием родителей и проклятием церкви. Я ничем не заслужил ни того, ни другого, но ты непременно столкнешься и с тем, и с другим, если будешь и дальше упорствовать в своем желании сделаться врагом Господа. От того, что я говорю правду, я никак не сделаю с врагом Господа. Лжатся лицемер, ты кощунствуешь, довольно, отец мой. Такие слова не пристало произносить духовному лицу, да еще в таком месте упрек твой справедлив, и я принимаю его, хоть он исходит из уст ребенка. Тут он опустил свои лицемерные глаза, сложил руки на груди и пробормотал «Фиат Волун Тастуа, да будет воля твоя, дитя мое». Беззаветное служение Господу и честь твоей семьи, к которой я привязан и умом, и сердцем, завели меня слишком далеко, и я это признаю. Но неужели я должен просить и у тебя прощения, дитя мое, за избыток беззаветного чувства к семье, отпрыск который доказал, что начисто этого чувства лишен? Слова эти, в которых ирония была смешана со смирением, не возымели на меня никакого действия. Он это понял. Медленно поднимая глаза, чтобы увидеть, какое впечатление он на меня произвел, он заметил, что я стою в безмолвии, не доверяя голосу своему ни единого слова, дабы оно не оказалось непочтительным и резким, не решаясь поднять глаза, дабы один взгляд их не выразил сразу все, что было у меня в мыслях. Духовник, должно быть, почувствовал, в сколь трудном положении он очутился. Все это могло поколебать тот авторитет, которым он пользовался в моей семье, и он попытался прикрыть свое отступление, воспользовавшись всем опытом своим и начав плести сеть интриг, к которым привыкли прибегать лица духовного звания. Дорогое мое дитя, мы оба с тобой были неправы. Я от избытка рвения, а ты да не все ли равно почему. Мы с тобою должны простить друг друга и вымолить прощение у Господа, перед которым оба мы согрешили, дитя мое. Пойдем же преднем ниц, и пусть даже сердца наши распалены человеческой страстью, Господь наш может воспользоваться этой минутой и коснуться нас своей и благодатью, запечатлев ее в нас обоих навеки, часто после землетрясений и вихрей звучит тихий, едва слышный голос, и голосом этим глаголит Господь, помолимся же ему. Я упал на колени, решив, что предам молитвы один. Но очень скоро проникновенные слова священника, красноречие и силы его молитв увлекли меня, и я оказался вынужденным молиться не так, как того хотело мое сердце. Прием этот духовник приберег для конца, и расчет его оказался верен. Мне никогда не случалось слышать ничего, что так бы походило на неспосланное свыше. Когда я, помимо воли, прислушивался к излияниям, которые, казалось, не могли исходить из уст смертного, я начал вдруг сомневаться в благости побуждений, которые мною владели, и стал снова вопрошать свое сердце. Я не обращал внимания на насмешки духовника, я противился его страстному зову, я оказался сильнее, но когда он начал молиться, я неожиданно для себя заплакал. Этот искус сердца — одно из самых тягостных и унизительных испытаний. То, что было добродетелью еще вчера, сегодня становится пороком. Мы вопрошаем с тревожным и унылым скептицизмом Пилата, что есть истина, а оракул, который все время давал такие красноречивые ответы, в эту минуту или вдруг умолкает, или изрекает слова столь двусмысленные, что нам страшно даже подумать, что придется вопрошать его вновь и вновь и до скончания века, а ответа он так и не даст. Теперь я находился в таком состоянии, что духовнику было бы уже, вероятно, нетрудно достичь своей цели, но он успел устать от роли, которую так неудачно играл, и, прощаясь со мной, призвал меня непрестанно обращаться к небесам, дабы Господь направил меня и просветил, при этом он добавил, что сам он будет молиться всем святым, в надежде, что они помогут растрогать сердца моих родителей и выразумят их, как спасти меня от преступного вероломства, которое влечет за собой насильственное посвящение в монахи, и вместе с тем не дать совершить другой грех, еще более тяжелый и великой, если только таковой может быть. С этими словами он ушел. Всей силой своего влияния он решил убедить моих родителей принять самые строгие меры, чтобы заставить меня сделаться монахом. У него были достаточно серьезные основания для этого и тогда, когда он явился ко мне, но к концу нашего разговора основания сделаны в десять раз серьезнее. Он твердо рассчитывал, что речи его меня убедят, и вместо этого получил отпор. Потерпеть такое поражение было для него позором, и он чувствовал себя уязвленным. Если раньше он был только сторонником моего обращения, теперь он сделался его ярым поборником. То, что прежде было для него делом совести, превратилось теперь в вопрос чести, и я склонен думать, что последнее было для него куда важнее. Возможно, правда, что то и другое оказалось связанным воедино, как бы там ни было. После его посещения я несколько дней был сам не свой. У меня была надежда, а это нередко лучше, нежели обладание. Чаша надежды всегда возбуждает жажду. Чаша ее осуществления обманывает эту жажду или ее утоляет. Я подолгу гулял один по саду. Я затевал воображаемые разговоры с собой. Воспитанники смотрели на меня и говорили так, как им велено было говорить. Он размышляет о своем призвании, он молит, чтобы его осенила благодать Божия, не будем ему мешать. Я не пытался их в этом разочаровать, но с возрастающим ужасом думал о системе, которая принуждает людей к лицемерию с самого раннего возраста и ведет к тому, что порог, который в мирской жизни приходит последним, в жизни монастырской появляется у детей раньше всех остальных. Вскоре, однако, я перестал об этом думать и предался мечтам. Я представил себя в отцовском дворце. Я увидел, как отец, мать и духовник спорят между собой. Я говорил за каждого и чувствовал за всех. Я проникал со страстным красноречием духовника, его же словами рисовал мое отвращение к монашеству, громогласно заявляя родителям моим, что дальнейшие настояния с их стороны и бесполезной, и греховной. Мне снова начинало казаться, что некогда сказанные мною слова произвели впечатление на отца. Я видел, что моя мать уступила. Я слышал, как они перешептывались между собой с неохотой, давая свое сомнительное согласие, как, наконец, все было решено, и меня начали поздравлять. Я видел, как подъехала присланная за мной карета, слышал, как ворота монастыря распахнулись. Свобода, свобода, я кидаю своих объятия, нет, я припадаю к их стопам, пусть те, в ком рассказ мой вызовет улыбку, спросят себя, чему они в большей степени обязаны радостями, которые они когда-либо испытали, если в их жизни вообще были радости, действительности или воображению. Вместе с тем, переживая драмы, которые разыгрывались в эти дни у меня в душе, я не мог избавиться от ощущения, что действующие лица говорят не столь проникновенно, как мне бы того хотелось. Те речи, которые я вкладывал в их уста, сам бы я, вероятно, произнес с гораздо большей живостью и страстью, однако подобные мечты доставляли мне величайшее наслаждение, и мысль о том, что я все это время обманываю своих товарищей, вряд ли могла его омрачить, но тот, кто притворяется, сам всегда учит притворству другого. Вопрос только в том, суждено ли нам стать мастерами этого искусства или его жертвами, и решает этот вопрос мера нашего себелюбия. На шестой день я услыхал, как под окнами остановилась карета, и сердце мое забилось. Я узнал ее по звуку колес. Не дожидаясь вызова, спустился я в монастырскую приемную. Я чувствовал, что не мог ошибиться, и оказался прав. В каком-то возбуждении, почти что в бреду, поехал я в отцовский дворец. Мне чудилось то примирение, то разрыв, то слезы благодарности, то крики отчаяния. Меня ввели в комнату, где уже сидели молчаливые неподвижные, как статуи, родители мои и духовник. Я подошел к ним, поцеловал им руки и с замирающим сердцем сел неподалеку от них. Первым нарушил молчание мой отец. Но говорил он так, словно повторял продиктованную ему роль, и самый голос его, казалось, противоречил словам, которые он готовился произнести. «Сын мой», начал он, «я послал за тобой не для того, чтобы вести борьбу с твоим бессильным, но злобным упорством, а для того, чтобы объявить тебе мое решение. Волею небес и родителей твоих тебе предназначено служить Господу, и всякое твое противление этой воли может только сделать нас несчастными, но все равно ничего не изменит». Я был поражен. Чтобы перевести дух, я невольно открыл рот. Отец решил, что я собираюсь что-то сказать в ответ, и хотя в эту минуту я не в силах был вымолвить ни слова, поспешил меня упредить, сын мой, знай, что всякое сопротивление бесполезно. А всякий спор напрасен. Участь твоя решена, и упорство твое может ее только ухудшить, изменить ее оно не может. Примирись, дитя мое, с волею небес и родителей твоих. Помни, что как бы не поносил ее, нарушить ее тебе не дано? Наш досточтимый духовник лучше меня объяснит тебе, сколь необходимо твое повиновение. И отец в изнеможении от навязанной ему задачи поднялся и хотел уже уйти, но священник удержал его. Подождите, сеньор. И прежде чем уйти, заверьте вашего сына, что я исполнил обещание, которое дал ему последний раз, когда мы виделись с ним, и очень решительно высказал герцогине и вам все то, что, по моему мнению, больше всего послужит ему на благо. Я знал уже, сколь двусмысленные и лицемерные эти слова и, собравшись с силами, ответил святой отец, никакого заступника перед родителями моими мне не нужно, и если в сердце их не найдется такого заступника, посредничество ваше все равно ни к чему не приведет. Я просил вас только об одном, поставить их в известность о том, что никакая сила не заставит меня стать монахом. Все трое возмущенно меня прервали. Никакая сила, ни за что восклицали они, повторяя мои слова. Неужели ради этого тебя сюда привезли? Неужели ради этого мы столько времени терпели непослушания только ради того, чтобы ты еще упорнее стоял на своем? Да, папенька, ради этого и только. Если вы не хотите позволить мне говорить, так как же вы терпите мое присутствие в вашем доме? Мы надеялись, что увидим твое смирение. позвольте же мне доказать его, став на колени. Я опустился перед ним на колени, надеясь этим смягчить действия слов, не произнести которых я не мог. Я поцеловал отцу руку, он не отдернул ее, и я почувствовал, что рука его дрожит. Я поцеловал подол юбки у матери, она хотела подобрать его одной рукой, а в это время другою закрывало лицо, и мне показалось, что сквозь пальцы ее сочатся слезы. Я опустился на колени и перед духовником попросил его благословить меня, и, преодолев отвращение, попытался все же поцеловать ему руку, но он не дал мне этого сделать. Резко отдернув руку, он возвел глаза к небу, растопырил пальцы, словно отстраняясь в ужасе от существа проклятого навеки. Тогда я понял, что мне остается только попытаться еще раз умилостивить отца и мать. Я повернулся к ним, но они отшатнулись от меня, и по всему видно было, что они решили предоставить окончание дела духовнику. Он подошел ко мне ближе. Сын мой, начал он, ты уверял нас, что твое решение отказаться идти по начертанной Господом стезе непоколебимо, но подумал ли ты о том, что есть на свете силы еще более непоколебимые, чем это твое решение. Силы эти проклятия Господне, укрепленные проклятием твоих родителей и усугубленные всеми громами церкви, чьи объятия ты отверг и чью святость ты осквернил этим своим отказом. Святой Отец, вы произнесли страшные слова, но никакие слова сами по себе для меня теперь ничего не значат. Глупец несчастный, я не понимаю тебя, да ты сам себя не можешь понять. Нет, понимаю. Понимаю, вскричал я, и, повернувшись к отцу, и все еще продолжая стоять на коленях, я воскликнул, дорогой папенька. Неужели жизнь, все, что составляет человеческую жизнь, навсегда теперь заказано мне? Да, ответил за него духовник. Значит, для меня нет никакого выхода? Никакого. И я не могу выбрать себе никакой профессии, профессии, о несчастный выродок. Позвольте мне избрать самую презренную, но только не заставляйте меня стать монахом. Он не только слободушен, но и растлен. О, папенька, все еще взывал я к отцу, не позволяйте этому человеку отвечать за вас. наденьте на меня шпагу, пошлите меня воевать в рядах испанской армии, искать смерти на поле боя. Я прошу только одного смерти. Это лучше, чем та жизнь, на которую вы хотите меня обречь. Это невозможно, ответил отец, который все это время стоял у окна, а теперь подошел ко мне. Лицо его было мрачно. Дело идет о чести знатного рода и о достоинстве испанского гранда, папенька. Какое все это будет иметь значение, если я раньше времени сойду в могилу, и если у вас сердце разорвется от горя при мысли о цветке, который вы одним своим словом обрекли на увядание? Отец вздрогнул. Прошу вас удалиться, сеньор, сказал духовник. Эта сцена лишит вас сил, которые вам нужны, чтобы вечером сегодня исполнить свой долг перед Господом. «Так значит, вы меня покидаете?» вскричал я, видя, что родители мои уходят. «Да, да», ответил за них духовник, «они покидают тебя, и отцовское проклятие будет отныне тяготеть над тобой». «Нет, не будет», воскликнул мой отец. Однако духовник схватил его за руку и крепко ее сжал. «И материнское», продолжал он, «я услышал, как моя мать громко всхлипнула, как бы опровергая сказанное, но она не смела вымолвить ни слова, мне же было запрещено говорить, в руках духовника уже были две жертвы, теперь он овладевал и третьей, он уже больше не скрывал своего торжества. Помедлив немного, он во всю силу своего звучного голоса прогремел «И Господнее!» И он стремительно вышел из комнаты, уводя за собой моих родителей, которых он продолжал держать за руку. Меня это поразило, как удар грома. В шуршании их платья, когда он тащил их за собой, мне почудился вихрь, сопровождающий прилет ангела-истребителя. В порыве безнадежного отчаяния я закричал «Ах, был бы здесь мой брат! Он заступился бы за меня!» И в то же мгновение я ударился головой о мраморный стол и упал, обливаясь кровью. Слуги, а как то в обычае у испанской знати, во дворце их было не меньше двухсот, подбежали ко мне. Они подняли крик, мне была оказана помощь, все подумали, что я хотел порешить с собой. Вызванный ко мне врач оказался однако человеком сведущим и добросердечным, обрезав волосы с запекшейся на них кровью, он осмотрел рану и нашел, что она не опасна. Такого же мнения была очевидна и моя мать, ибо через три дня я был вызван к ней. Я повиновался. Черная повязка, упорная головная боль и неестественная бледность были единственными признаками несчастной случайности, как назвали все происшедшее со мной. Духовник убедил мою мать, что настало время исполнить предназначенное. Как искусно духовные лица владеют секретом заставить каждое событие нашей земной жизни влиять на жизнь грядущую, утверждая вслед за тем, что грядущее наше властвует над настоящим. Доведись мне даже прожить на этом свете больше, чем положено людям, я никогда не забуду этой встречи с моей матерью. Когда я вошел, она была одна и сидела ко мне спиной. Я встал на колени и поцеловал ей руку. Бледность моя и смиренный вид, казалось, взволновали ее, но она превозмогла это волнение, овладела собой и спросила холодными чужими словами, к чему все эти знаки напускного почтения, если сердце твое опровергает их. Маменька, я ничего этого не знаю, не знаешь. Почему же ты явился сюда? Почему же ты еще задолго до этого дня заставил отца своего пережить такой позор упрашивать собственного сына? Позор еще более унизительный от того, что мольбы его оказались тщетны? Почему ты заставил нашего духовника пережить поношение при святой церкви в лице одного из ее служителей и отнесся к доводам долга столь же пренебрежительно, как их голосу крови? Что уж говорить обо мне? Как мог ты заставить меня перенести такую муку, такой великий стыд, тут она залила слезами, и мне казалось, в этих слезах тонет моя душа. Маменька, что я сделал худого, чтобы вы так упрекали меня, проливая слезы? Нельзя же счесть мой отказ принять монашество преступлением? Да, для тебя это преступление. Тогда скажите мне, дорогая маменька, если подобный выбор будет предложено сделать моему брату, и он откажется, как и я, это тоже будет сочтено преступлением? Слова эти вырвались у меня почти непроизвольно. Мне просто захотелось сравнить его положение с моим. Я не придавал им никакого другого смысла, и мне в голову не могло прийти, что моя мать может истолковать их иначе, чем как намек на ничем не оправданную пристрастность. Я понял мое заблуждение, когда она сказала вдруг голосом, от которого кровь во мне похолодела, между вами большая разница. и правда маменька, ведь он ваш любимец. Нет, Господь тому свидетель, нет, моя мать, казавшаяся мне перед этим такой суровой, такой решительной, такой непроницаемой, произнесла эти слова с непосредственностью, которая потрясла меня до глубины души, а она, казалось, взывала к небесам, прося их вразумить предубежденного против нее сына. Я был растроган и сказал, но послушайте, маменька, этой разницы в положении я никак не могу понять. Так что же, ты хочешь, чтобы я ее тебе объяснила? Все равно кто, маменька? Я, повторила она, не слыша моих слов, а вслед затем поцеловала крест, висевший у нее на груди. Господи, наказание твое справедливо, и я покоряюсь ему, хоть налагает его на меня мой родной сын. Ты незаконный ребенок, добавила она, внезапно повернувшись ко мне. не сравнивай себя с братом, ты незаконный, и твое вторжение в отцовский дом не только приносит несчастье, но неустанно напоминает о совершенном мною преступлении, оно усугубляет его и не прощает. «Язык присох у меня к горлу, о, дитя мое», продолжала она, «жалься над своей матерью, неужели этого признания, которое вырвал из ее уст собственный сын, недостаточно, чтобы искупить совершенный ею грех? Продолжайте, маменька, теперь я все могу вынести». «Ты должен все вынести, колесам вынудил меня говорить с тобой откровенно. Я происхожу из семьи гораздо более низкого звания, чем твой отец. Ты был нашим первым ребенком. Он любил меня и простил мне мою слабость, видя в ней только доказательство того, как я горячо его люблю. Мы поженились, и твой брат был уже нашим законным сыном. Отец твой беспокоился о моем добром имени, и так как свадьба наша была тайной, и о дне ее никто ничего не знал, мы уговорились, что будем выдавать тебя за нашего законного ребенка. Взбешенный нашим браком, дед твой в течение нескольких лет не хотел нас видеть, и мы жили в уединении, ах, лучше бы мне тогда умереть. За несколько дней до смерти дед твой смягчился и послал за нами. Тогда не время было признаваться в учененном нами обмане, и мы представили тебя ему как его внука и наследника его титулов званий. Но с этого дня я больше не знаю ни минуты покоя. Я ведь осмелилась произнести слова лжи перед лицом Господа нашего и всего света, обращаясь к умирающему свекру. Я была несправедлива к твоему брату, я нарушила родительский долг и требования закона, меня мучила совесть, коря меня не только за порочность мою и обман, но и за святотатство. Святотатство? Да. Каждый час, на который ты откладываешь исполнение обета, украден у Бога. Еще до твоего рождения я посвятила тебя ему, и это единственное, что я могла сделать в искуплении своего греха. Еще тогда, когда я носила тебя во чреве и в тебе не пробудилась жизнь, я набрала смелости молить его о прощении при единственном условии, что сделавшись служителем церкви, ты заступишься потом за меня. Я положилась на твои молитвы, прежде чем ты начал лепетать. Я решила доверить покаяние мое тому, кто усыновленный Господом нашим искупил бы мой проступок, сделавший его сыном греха. В воображении моем я уже стояла на коленях перед твоей исповедальней, слышала, как ты властью Святой Церкви и волею небес извещаешь мне прощение. Я видела, как ты стоишь у моего смертного дра, как прижимаешь распятие к моим холодеющим губам и указуешь на небо, где, как я надеялась, данный мною обед уже уготовил тебе место еще до твоего рождения. Я старалась расчистить твой путь к небесам, и вот как ты меня отблагодарил. Упорство твое несет нам обоим погибель, низвергает нас в бездну, о, дитя мое, если только молитвы наши и заступничество могут помочь спасти души наших умерших близких от наказания за грехи, внемли мольбе матери твоей, которая еще жива и молит тебя не обрекать ее на вечные муки. Мне было нечего ответить. Увидев это, моя мать удвоила свои старания убедить меня. Сын мой, зная, что мне надо встать перед тобой на колени, чтобы смягчить твое сердце, я бы простерлась сейчас перед тобой на полу. О, маменька, один вид такого чудовищного унижения способен убить меня. Так ты все равно не уступишь ни признания, стоившее мне стольких мук, ни спасения души, как моей, так и твоей собственной, ни даже моя жизнь, ничего для тебя не значат. она увидела, что слова ее повергли меня в дрожь и повторила «Да, моя жизнь!» В тот день, когда твое непреклонное решение осудит меня на позор, я наложу на себя руки. Если ты решился, то решилась и я. И я не боюсь последствий этого поступка, ибо Господь воздаст твоей душе, а не моей, за преступление, которое принудил меня совершить мой незаконный сын. Но ведь тебе это все ни почем? Ты все равно не хочешь смириться? Ну что же, унижение, которому я подвергаю тело мое, ничто в сравнении с унижением моей души, которого ты от меня уже добился? Я опускаюсь на колени перед собственным сыном и молю его о жизни и о спасении, и она действительно опустилась передо мной на колени. Я попытался поднять ее, она оттолкнула меня и вскричала хриплым от отчаяния голосом, так ты не смиришься, я этого не говорю. Так что же ты тогда говоришь? Не поднимай меня с колен, не подходи ко мне до тех пор, пока ты мне не ответишь. Я подумаю. Подумаешь? Надо решать. И я решил. Что ты решил? Я стану тем, кем вы хотите меня видеть? Стоило мне только произнести эти слова, как моя мать упала к моим ногам, лишившись чувств. В ту минуту, когда я пытался поднять ее и не был окончательно уверен, жива она или в руках у меня уже мертвое тело, я почувствовал, что никогда бы не простил себе, если бы довел ее до этого своим отказом и не посчитался с ее последней мольбой. Посыпались поздравления, благословения, объятия и поцелуи. Принимая их, я чувствовал, что руки мои дрожат, губы холодеют, голова идет кругом, а сердце превращается в камень. Все поплыло, как во сне. Я видел, как разыгрывается трагедия, но немало не задумывался над тем, кто должен пасть ее жертвой. Я возвратился в монастырь. Я понял, что судьба моя решена. У меня не было ни малейшего желания уклониться от нее или не дать ей свершиться. Я походил на человека, который видит перед собой огромный механизм, предназначенный для того, чтобы раздробить его на мельчайшие частицы, видит, как этот механизм приводит в движение, охваченный ужасом. Он взирает на него с таким спокойствием, что его легко можно принять за хладнокровного наблюдателя, который старается постичь действия тех или иных колесиков и высчитать всесокрушающую силу удара. Мне довелось читать об одном несчастном евреи. По приказу короля Мавров он был брошен на арену, куда выпустили свирепого льва, который перед этим двое суток не получал пищи. Рев изголодавшегося и разъяренного зверя был так страшен, что заставил содрогнуться даже самих исполнителей приговора, когда они связывали несчастного, который в эту минуту оглашал воздух душераздирающими криками. Как не пытался он вырваться из рук палачей, как не молил о пощаде, его связали, подняли и бросили на арену. Стоило ему коснуться земли, как силы покинули его, и он остался лежать оцепеневший и уничтоженный. Он больше не испустил ни единого крика. Не сделал ни малейшего усилия, он весь съежился и лежал неподвижный, бесчувственный, как комок глины. То же самое случилось и со мной. Крики и вся борьба остались где-то позади. Меня выкинули на арену, и я теперь лежал там. Я повторял, я должен стать монахом, и весь мой разговор с собой на этом кончался. Меня могли хвалить за то, что я выполнял все, что от меня требовалось, или корить за то, что я чего-то не сделал, я не испытывал ни радости, ни огорчения. Я только твердил себе, я должен стать монахом. Когда меня заставляли прогуливаться по монастырскому саду, или напротив, пеняли меня за то, что я позволяю себе слишком много гулять в неположенные часы, я в ответ только повторял, я должен стать монахом. Надо однако сказать, что наставники мои оказывали мне большое снисхождение. Сын, старший сын герцога Дамолсады, принимающий монашество, это невеликая победа экс-изуитов, и они не упускали случая использовать мое обращение в своих интересах. Они спрашивали меня, какие книги мне хотелось бы прочесть. Какие вам угодно, отвечал я. Они видели, что я люблю цветы, и комната моя украсилась фарфоровыми вазами с изысканнейшими букетами, которые обновлялись каждый день. Я любил музыку, они узнали об этом, когда я стал принимать участие в их хоре, и это вышло как-то само собою. У меня был хороший голос, владевшая мною глубокая грусть, придавала моему пению большую выразительность, и эти люди, никогда не упускавшие случая возвеличить себя или обмануть своей жертвой, уверяли меня, что я пою вдохновенно. На все эти проявления их снисходительности я отвечал неблагодарностью, чувством, которое, вообще-то говоря, мне совершенно чуждо. Я никогда не читал принесенных ими книг и пренебрегал цветами, которыми они наполняли мою келью, и если изредка и прикасался к маленькому органу, который они поставили ко мне, то лишь для того, чтобы извлекать из него низкие печальные звуки. Тем, кто настоятельно требовал, чтобы я развивал мои способности к живописи и музыке, я отвечал все так же бесстрастно я должен стать монахом. Но послушай, брат мой, ведь любовь к цветам, к музыке, ко всему, что может быть посвящено Господу, достойно внимания человека. Ты злоупотребляешь снисходительностью к тебе настоятеля? Возможно. Ты должен восславить Господа нашего, возблагодарить его за его творения, способные радовать взор. В келье в это время было много красных гвоздик и роз. Ты должен воздавать ему хвалу за тот талант, который он тебе даровал. Голос твой, самый богатый и сильный из всех, что слышны в нашем хоре. Я в этом не сомневаюсь. Брат мой, ты отвечаешь, не подумав. Я говорю то, что чувствую, но не надо обращать на это внимания. Хочешь, погуляем по саду? Пожалуйста. А может быть, ты хотел бы повидаться с настоятелем и услышать от него слова утешения? Пожалуйста. Но откуда у тебя это безразличие ко всему? Неужели ты одинаково равнодушен и к аромату цветов, и к ободряющим словам настоятеля? Выходит, что да. Но почему? Потому что я должен стать монахом. Брат мой, неужели ты так и будешь повторять все ту же фразу, в которой нет никакого смысла? Она ведь свидетельствует лишь о том, что ты совсем отупел или просто бредишь? Ну, так и считай, что я отупел, что я брежу. Все, что твоей душе угодно, ты знаешь, я должен стать монахом. Услыхав эти слова, которые я произнес, отнюдь не на распев, как то принято в монастыре, а совсем иным тоном в разговор вмешался еще один и спросил меня, что это я возвещаю так громко. Я только хочу сказать, ответил я, что я должен стать монахом. Благодари Бога, что с тобой не случилось ничего худшего, ответил тот, кто мне задал этот вопрос. Упорство твое давно уже верно надоело и настоятелю и всей братьей. Благодари Бога, что не случилось худшего. При этих словах я почувствовал, что страсти снова вскипели во мне. Худшего вскричал я. А чего мне еще бояться? Разве я не должен стать монахом? Начиная с этого вечера, не помню уже, когда именно это было, свободу мою ограничили. Мне больше не разрешали гулять, разговаривать с другими воспитанниками или послушниками. В трапезной для меня накрыли отдельный стол, причем места справа и слева от меня оставались незанятыми. Тем не менее, келью мою по-прежнему украшали цветы, на стенах висели гравюры, а на столе своем я находил все новые безделушки тончайшей работы. Я не замечал, что окружающие обращались со мной как с умолешенным, а ведь они слышали, как я без всякого смысла повторял несчетное число раз одни те же слова, и это могло послужить для них оправданием. У них были свои планы, согласованные с духовником, и упорное молчание мое только утверждало их в том, что они думали обо мне. Духовник часто меня навещал, а все эти несчастные лицемеры старались заходить вместе с ним ко мне в келью. Обычно за отсутствием других дел я или смотрел на цветы или любовался гравюрами, а они войдя говорили, видите, он счастлив, как только можно быть счастливым, у него все есть, и он занят созерцанием этих роз. Нет, я ничем не занят, отвечал я, у меня нет никакого занятия. Тогда они пожимали плечами, обменивались духовником таинственными взглядами, и я был рад, когда они наконец уходили, не задумываясь о том, какая опасность нависала надо мной именно в эти часы. В это время во дворце герцога Мансады шли совещание за совещанием. Надо было решить, в здравом ли я уме и могу ли принять обет. По-видимому, святые отцы, подобно их закоренелым врагам Маврам, были озабочены тем, как произвести дурачка в святого. Теперь против меня образовалась уже целая партия. Одному человеку было не под силу с ней справиться. Поднялся шум, и люди непрестанно сновали из дворца Мансады в монастырь и обратно. Меня объявляли сумасшедшим, упрямцем, еретиком, дураком, словом, всем, чем угодно, лишь бы успокоить ревнивую тревогу моих родителей, коростолюбие монахов или тщеславие экс-язуитов, которые подсмеивались над страхами всех остальных и неуклонно блюли свои собственные интересы. Для них очень мало значило, в своем я умею или нет. Им было совершенно все равно, причислить ли к своим рядам отпрыска знатнейшего испанского рода или заковать его в цепи как умалишенного, или же, объявив его одержимым, изгонять из него бесов. Речь шла о Кудо-театре, о спектакле, который должен быть сыгран, и так как первые роли в этом представлении оставались за ними, их немало не заботила катастрофа, которая могла разразиться. По счастью, пока длился весь этот шум, поднятый страхом, обманом, притворством и клеветой, настоятель сохранял спокойствие. Он не старался успокоить поднявше соволнение, ибо оно лишь возвеличивало его собственную роль во всем этом деле, но он твердо стоял на своем. Для того, чтобы принять обет монашества, я должен доказать, что я действительно в здравом уме. Сам я ничего об этом не знал и был поражен, когда в последний день моего послушания был вызван в приемную. Я неуклонно исполнял все, что от меня требовал монастырский устав, не имел ни одного замечания от поставленного над послушниками священника и был совершенно не подготовлен к тому, что меня ожидало. В приемной сидели мои отец и мать, духовник и еще несколько человек, которых я не знал. Я подошел к ним ровным шагом и спокойно на них посмотрел. Убежден, что я был в своем уме, как и все присутствующие при этой сцене. Настоятель взял меня за руку и провел по комнате, говоря, «Видите, зачем вы все это делаете?» воскликнул я, прерывая его слова. На место ответа он только приложил палец к губам и попросил меня показать мои рисунки. Я принес их и, став на колени, показал их сначала моей матери, потом отцу. Это были наброски, изображавшие стены монастырей и тюрем. Моя мать отвернулась, а отец оттолкнул их от себя, сказав, «Совсем мне это не по душе». «Но вы, разумеется, любите музыку», сказал настоятель, «вы должны послушать, как он играет и поет». В соседней комнате был небольшой орган. Моей матери не разрешили туда войти, отец же был допущен слушать мое исполнение. Не думая, я выбрал Арию из жертвоприношения и Ефая. Отца она взволновала, и он попросил меня не продолжать. Настоятель решил, что это не только дань уважения моему таланту, но и признание силы его ордена, и рукоплескал сверх всякой меры, и порою даже не к месту». До этой минуты мне и в голову не приходило, что из-за меня могут спорить враждующие стороны. Настоятель решил сделать из меня иезуита, и поэтому утверждал, что я в здравом уме. Монахам же хотелось, чтобы их потешали изгнанием из меня бесов, либо костром Аутодафе, либо еще, какой безделицей в том же роде, и тем самым скрасили унылое однообразие монастырской жизни. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы я рехнулся, или в меня вселились бесы, и уж чтобы во всяком случае меня признали умалишенным или одержимым. Однако благие их пожелания так и не были удовлетворены. Будучи вызван в приемную, я вел себя в точности так, как полагалось, и на следующий день мне предстояло принять обед. На следующий день. Ой, если бы я только мог описать этот день. Но это невозможно. Я погрузился в такое глубокое оцепенение, что перестал замечать вещи, которые, несомненно, поразили бы самого беспристрастного зрителя. Я был настолько погружен в себя, что хоть в памяти моей и остались сами события, я не в силах воскресить даже слабые тени тех чувств, которые они во мне вызывали. Ночь эту я спал глубоким сном, пока меня не разбудил стук в дверь. Дорогое дитя мое, чем ты занят сейчас? Я узнал голос настоятеля и ответил «Отец мой я спал». А я ради тебя, дитя мое, истязал свою плоть, бич покраснел от моей крови. Я ничего не ответил, ибо понимал, что предатель в большей степени заслужил удары бича, чем тот, кого он предал. Однако я ошибался. Настоятеля действительно терзали укоры совести, и он наложил на себя это покаяние не столько за свои собственные прегрешения, сколько по случаю моего упорства и безумия, но, увы, до чего же лжив тот договор с Богом, который мы скрепляем собственной кровью? не Господь ли сказал, что он не приемлет ни одной жертвы, даже заклания агнца, совершенной сотворения мира? Два раза в течение ночи настоятель тревожил меня, и оба раза я отвечал ему теми же словами. Он без сомнения был искренен, он думал, что делает все это во имя Бога, и его окровавленные плечи свидетельствовали о его рвении, но я настолько окостенел духовно, что ничего не чувствовал, не слышал и не понимал, поэтому, когда он постучал ко мне в келью второй и третий раз, чтобы рассказать мне о том, какому бичеванию он себя подверг и сколь действенным оказалось его общение с Богом, я ответил, неужели же преступник не имеет права выспаться перед казнью? Услыхав эти слова, которые, должно быть, заставили его содрогнуться, настоятель упал простертый перед дверью моей кельи, а я снова уснул, и сквозь сон до меня долетели голоса монахов, которые подняли настоятеля с пола и унесли его в келью. Они сказали, он неисправим, вы напрасно перед ним унижаетесь, вот увидите, когда он станет нашим, это будет совсем другой человек, это он тогда будет лежать простертым перед вами. Больше я ничего не услышал. Наступило утро, я знал, что оно должно принести мне. Воображение мое рисовало мне всю эту сцену, мне казалось, что я вижу слезы на глазах у моих родителей и проявление сочувствия со стороны братьев, мне казалось, что руки священников, держащих кадила, дрожат и что дрожат передается даже причетникам, придерживающим их рясы. Неожиданно решение мое переменилось. Я ощутил, что же я ощутил? Союз поистине чудовищной злобы, отчаяния и силы. В глазах моих засверкали молнии, мне вдруг подумалось, что я за один миг могу заставить палача и жертву поменяться местами, могу поразить стоящую тут же мать одним только словом, что одной фразой могу разбить сердце моего отца. Я мог посеять вокруг себя больше горя, чем любые человеческие пороки. Любая сила, любая злонамеренность способны причинить своей самой презренной жертве. «Да, этим утром я чувствовал, что все во мне вступило в борьбу. Родственные узы, чувства, угрызение совести, гордость, отчаяние, злоба. Три первых я принес с собой, последние же пробудились во мне за время жизни в монастыре. «Вы готовите меня в жертву», сказал я тем, кто был возле меня этим утром. «Но стоит мне только захотеть, и я могу сделать так, что жертвами станут все исполнители произнесенного надо мной приговора, и я расхохотался. Смех мой привел в ужас всех окружающих, они оставили меня одного и пошли доложить настоятелю о том, в каком состоянии я нахожусь. Он пришел ко мне. Тревога успела охватить весь монастырь. Я подрывал его авторитет. Приготовления уже были сделаны, и все были уверены, что я стану монахом, независимо от того, безумен я или в здравом уме. Ужас был написан на лице настоятеля, когда он пришел ко мне. Что все это значит, сын мой? Ничего, отец мой, ровно ничего, просто мне пришла вдруг в голову мысль. Мы поговорим об этом в другое время, сын мой, а сейчас, сейчас, ответил я со смехом, который должно быть, терзал слух настоятеля, сейчас я могу предложить вам выбрать одно из двух, пусть отец мой или брат заступят мое место, вот и все. Я никогда не стану монахом. Услыхав эти слова, настоятель пришел в отчаяние и забегал от стены к стене, я стал бегать следом за ним, восклицая голосом, который, должно быть, вселял в него ужас, я протестую против обета. Пусть те, кто принуждал меня стать монахом, примут всю вину на себя, пусть отец мой самолично искупает свою вину, состоящую в том, что я появился на свет, пусть мой брат пожертвует своей гордостью, почему я один должен платиться за преступление одного и за страсти другого, сын мой, все это было заранее решено, да, я знаю, что приговором всемогущего я еще во чреве матери был обречен, но я никогда не поставлю своей подписи под этим приговором, что мне сказать тебе, сын мой, ты ведь исполнил уже послушание, да, не понимая того, что происходит со мной, весь Мадрид собрался, чтобы услышать, как ты произнесешь обед, пусть же весь Мадрид услышит, что я отказываюсь произнести его и отрекаюсь от всего, что связано с ним. Сегодня наступил назначенный день, служители Господа приготовились принять тебя в свои объятия, небо и земля, все лучшее, что есть в нашем бренном мире и в вечности соединилось и ждет твоих непреклонных слов, которые будут означать твое спасение и обеспечат спасение тех, кого ты любишь. Какой же это бес овладел тобой дитя мое и схватил тебя в ту самую минуту, когда ты приближался к Христу, чтобы низвергнуть тебя в бездну и растерзать? Как же теперь я? Как наши братья и все те души, которые ты призван спасти молитвами своими от адских мук, ответят Господу за твое страшное отступничество? Пусть они отвечают сами за себя, пусть каждый отвечает за себя, этого требует разум. О каком разуме может идти речь заблудшее дитя? Когда же это разум вмешивался в дела святой веры? Я сел, сложил руки на груди и не проронил ни слова. Настоятель стоял, скрестив руки и опустив голову. Вид его говорил о том, что он погружен в глубокое и горькое раздумье. Всякой другой мог бы подумать, что в бездонных глубинах мысли он ищет Бога, но я понимал, что он ищет его. Всего навсего там, где найти его было невозможно, в недрах сердца, которое лукаво более всего и крайне испорчено. Он приблизился ко мне. Не подходите ко мне, вскричал я. Вы опять заведете речь о том, что я уже смирился? говорю вам, покорность это была напускной. О том, что я неукоснительно исполнял все монастырские правила, так знайте, все это было ловким обманом, все делалось с тайной надеждой, что в конце концов я смогу от этого избавиться. Теперь я чувствую, что с души моей свалилась тяжесть и совесть моя свободна, слышите? Понятно вам? Это первые слова правды, произнесенные мною в монастырских стенах, может быть, и последние, которые будут здесь сказаны. Так сберегите же их, хмурьте брови, креститесь и подымайте глаза к небу сколько вам угодно, продолжайте играть свою церковную драму. Скажите, что вы сейчас увидели такое страшное, что вы вдруг отпрянули назад и теперь вот креститесь и воздеваете к небу глаза и руки человека, которого отчаяние заставило сказать вслух всю жестокую правду. Да, правда, как видно, страшна для обитателей монастыря, у которых вся жизнь искусственна и фальшива, чьи сердца настолько извращены, что даже Господь, которого они лицемерием своим отвратили от себя, не захочет к ним прикоснуться. Но я чувствую, что в эту минуту я все же не столь омерзителен в глазах Господних, сколь был бы, если бы, исполняя то, к чему вы меня хотели принудить, стоял бы у алтаря и оскорблял его произнесением обета, которому так властно противилось мое сердце. После этих слов осказанных они были должно быть оскорбительным, вызывающим тоном, я почти был уверен, что настоятель кинется на меня, поварит на пол, вызовет служителей, велит им схватить меня и бросить в монастырскую тюрьму, а я знал, что такая существует. Может быть, мне этого даже хотелось. Доведенный до крайности я словно гордился тем, что способен сам довести до подобного же состояния других. В эту минуту я был готов ко всему, к самому страшному потрясению, к головокружительно быстрой перемене моей участи и даже к тяжкому страданию и чувствовал себя в силах вынести все. Но подобные приступы неистовства очень скоро проходят, доводя нас до полного изнеможения. Удивленный молчанием настоятеля, я поднял на него глаза. Очень сдержанно, тоном, который самому мне показался неестественным, я сказал, «Так произнесите же ваш приговор». Настоятель по-прежнему молчал. Он наблюдал за происходившей во мне переменной и сумел искусно выследить поворот моего душевного недуга, позволявший ему принять свои меры. Он стоял передо мной кроткой и неподвижной, скрестив руки, опустив глаза, и вид его не выражал ни малейшего негодования. Душевное волнение его ни в какой степени не отразилось на складках его рясы. Они лежали так, как будто были вырезаны из камня. Молчание это незаметно смягчило меня. Я осуждал себя за резкость. Так мирские люди властвуют над нами силою своих страстей, а люди другого мира своим умением их скрыть. Наконец он сказал, сын мой, ты восстал против Господа, воспротивился Святому Духу, осквернил его святилище и оскорбил его служителя. Но и его именем, и моим собственным я прощаю тебе все. Суди сам, сколь непохожи наши убеждения, потому, сколь различно они действуют на нас с тобой, ты оскорбляешь, поносишь и обвиняешь, я же благословляю и прощаю. Так кто же из нас двоих проникся евангельским духом, и кого благословила церковь? Но оставив в стороне этот вопрос, решить который ты сейчас все равно не можешь, я приведу еще один довод. Если и он не возымеет действия, я больше не стану противиться твоим желаниям, или принуждать тебя бесчестить святыню, ведь это только оттолкнет от тебя людей, и сам Господь отвергнет тебя, добавлю к этому, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы облегчить исполнение твоих желаний, ибо они одновременно являются и моими. Услыхав эти слова, в которых было столько правды и доброй воли, я кинулся было к его ногам, но страх и горький опыт удержали меня, и я только поклонился. Обещай мне только, что ты терпеливо дождешься, пока я приведу тебе этот последний довод, подействует он на тебя или нет, нисколько меня теперь не занимает и не тревожит. Я обещал ему, что наберусь терпения, и он вышел. Очень скоро он вернулся. Выглядел он несколько более встревоженным, однако всячески старался с собой совладать. Я не мог определить, волнуется он за себя или за меня. Он оставил дверь приоткрытой и первыми же своими словами поразил меня, сын мой. Ты хорошо знаешь древнюю историю? Но какое это имеет сейчас значение, святой отец? помнишь примечательный рассказ об одном римском генерале, который презрительно отвергал трибуна сенаторов и священников, отрекался от своего народа, попирал законы, оскорблял религию, но в конце концов вынужден был уступить голосу крови, ибо когда его мать пала перед ним ниц и вскричала «Сын мой, прежде чем ты ступишь на улице Рима, тебе придется пройти по трупу той, которая носила тебя в своем череве». Он смягчился. Я все помню, но какое это имеет отношение ко мне. А вот какое. И он распахнул дверь. Теперь вот доказывай, если можешь, что сердце твое не черствее, чем у этого язычника. Когда дверь открылась, я увидел свою мать, распростертую на пороге. С давленным голосом она пробормотала «Иди, иди, отрекись от обета, но прежде, чем ты свершишь это преступление, тебе придется переступить через труп твоей матери». Я пытался поднять ее, но она приникла к порогу, продолжая повторять все те же слова, и ее бархатное, отделанное жемчугом платье, раскинувшееся на каменном полу, являло ужасающий контраст унижению, которое она претерпевала, и отчаянию, горевшему в ее глазах на мгновение поднятых на меня. Содрогаясь от муки и ужаса, я зашатался и упал, настоятель воспользовался этим, меня подхватили и отнесли в церковь. Я принял обет целомудрия, бедности и послушания, и участь моя за несколько мгновений была решена. День следовал за днем, и так продолжалось долгие месяцы, о которых у меня не осталось никаких воспоминаний. Да я и не хотел бы, чтобы они были. За это время я немало всего испытал, но все пережитое ушло куда-то, как морские волны под полуношным черным небом. Пусть они еще набегают, но все вокруг окутано мраком, и поэтому нельзя разглядеть их очертаний и проследить, где начинают вздыматься их гребни и куда они низвергаются вслед за тем. глубокое оцепенение охватило мои чувства и душу, и, может быть, состояние это больше всего подходило к однообразию жизни, на которую я был обречен. Нечего и говорить, что я исполнял все свои монашеские обязанности с добросовестностью, не вызывавшие никаких нареканий и с апатией, исключавшей всякую похвалу. Жизнь моя походила на море, в котором не стало прибоя. Я всякий раз являлся к мессе с такой точностью, с какой звонили колокола. В этом отношении я походил на автомат с тончайшим механизмом, который действовал с поистине чудесной слаженностью, всегда бывал исправен и не приносил никаких огорчений сотворившему его мастеру. Ни настоятель, ни монастырское братье не могли бы на меня пожаловаться. Я всякий раз первым занимал свое место в хоре, я не принимал никаких посетителей в приемной, и когда мне позволяли спуститься туда, никогда этого не делал. Если на меня почему-либо накладывали покаяние, я безропотно его исполнял, если в отношении меня допускали поблажку, я никогда ей не пользовался, ни разу не просил я, чтобы меня освободили от утреней или от ночных бдений, сидя в трапезной, я всегда молчал, в саду всегда гулял один, если жизнь определяется сознательным отношением к ней и актами воли, то я не думал, не чувствовал, не жил. Казалось, я спал, подобно Симоргу в восточном сказании, но сну этому не суждено было длиться долго. Отчужденность моя и спокойствие смущали иезуитов, оцепенение, в котором я пребывал, моя бесшумная походка, устремленные в одну точку глаза, зловещее молчание, все это легко могло внушить склонным к суеверию монахам, что это никто иной, как злой дух, принявший образ человека, бродит в стенах обителей и появляется в хоре. Но они на этот счет держались совсем другого мнения. Они видели во всем этом молчаливый упрек с моей стороны и относили его ко всем ссорам, склокам, интригам и обману, в которые они были погружены с утра до вечера и телом, и душой. Может быть, они думали, что я избегаю общения с ними для того, чтобы лучше наблюдать их со стороны? Может быть, в монастыре тогда им нечем было занять себя и не на что устремить свое недовольство, и для того, и для другого нужно совсем немного. Так или иначе, они снова стали повторять старую историю о том, что я не в своем уме, и решили извлечь из нее все, что им было на руку. Они перешептывались в трапезной, совещались друг с другом в саду, качали головой, указывали на меня пальцем в стенах обители и, в конце концов, я в этом уверен, старались проникнуться убеждением, что все, чего они хотят или что им кажется, сущая правда. Потом всем им стало интересно выяснить, что же со мной происходит, и несколько человек во главе со старым монахом, лицом влиятельным и славившим со своим безупречным поведением, явились к настоятелю. Они рассказали ему о том, что я рассеян, что делаю все машинально наподобие автомата, что слова мои лишены всякого смысла, что молюсь я с тупым безразличием ко всему, что царящий в обители дух благочестия мне совершенно чужд, и что я с особым тщанием исполняю все монастырские правила, я делаю это с деревянным безразличием, и с моей стороны это не более чем насмешка над ними. Настоятель выслушал их с полнейшим равнодушием. Он поддерживал тайные отношения с моей семьей, общался с духовником моей матери и дал себе обещание сделать из меня монаха. Ему удалось добиться своего с помощью усилий, о последствиях которых я рассказал, и теперь уже для него не имело большого значения в своем я уме или нет. Он весьма решительно запретил им вмешиваться в это дело, сказав, что будет наблюдать за мною сам. Монахи удалились, потерпев поражение, но отнюдь не потеряв надежды и обещали друг другу следить за мной, иными словами терзать меня, преследовать и стараться, чтобы я стал таким, каким сделали меня в их глазах их же собственные злоба, любопытства или даже самое обыкновенная праздность и желание хоть чем-нибудь поразвлечься. С этого дня уже все обитатели монастыря начали плести интриги и сделали участниками заговора, который был направлен против меня. Как только слышались мои шаги, двери поспешно захлопывались. Вместе с тем трое или четверо из них оставались в коридоре, по которому я проходил. они перешептывались между собою и, откашлившись, делали друг другу условный знак и начинали громко говорить о каких-нибудь пустяках, стараясь, чтобы я услыхал их слова и сообразил, что делают они это нарочно и что последним предметом их разговора был именно я. В душе я смеялся над ними. Я говорил себе несчастные и развращенные существа. Какие нелепые представления вы разыгрываете и на какие измышления вы пускаетесь, лишь бы чем-нибудь скрасить вашу праздность и душевную пустоту. Вы боретесь со мной? Ну что же, я подчиняюсь. Вскоре сети, которыми они меня решили оплести, стали все больше стягиваться вокруг меня. Люди эти стали то и дело попадаться на моем пути, причем с таким упорством, что мне никак не удавалось избежать этих встреч, и стали выказывать мне такое расположение, что я не решался их оттолкнуть. С подкупающей лаской они говорили мне, дорогой мой брат, ты что-то грустишь, тебя снедает печаль, да поможет нам Господь нашим братским участием развеять твое уныние, но откуда все-таки взялась тоска, которая так подтачивает твои силы? Слыша такие слова, я не мог удержаться и не посмотреть на них глазами полными упрека и должно быть слез, но я не отвечал им. Уже само состояние, в котором они увидели меня, было достаточной причиной для уныния, которым они же меня попрекали. После того, как эта попытка их не удалась, они прибегли к другому способу. Они начали стараться вовлечь меня в монастырские распри. Они рассказали мне множество всяких вещей о несправедливых пристрастиях и несправедливых наказаниях, которые каждодневно можно было наблюдать в обители. Одни заводили речь о каком-то больном монахе, которого заставляли ходить наутренний, невзирая на предупреждение врача, что ему это может стоить жизни, и он действительно умер, и в то же время любимца своего молодого монаха, отличавшегося цветущим здоровьем, освобождали от посещения утрен всякий раз, как только ему этого хотелось, и позволяли ему нежиться в постели до девяти часов. Другие жаловались на непорядки восповедальни, и слова их, может быть, и возымели бы на меня свое действие, если бы третьи не добавляли, что с церковной кружкой дело обстоит неблагополучно. Это сочетание разноречивых толков, этот разительный переход от жалоб на пренебрежение к тайнам души в ее самом сокровенном общении с Богом, к самым низменным подробностям, разъедающих монастырскую жизнь злоупотреблений, все это восстановило меня против этой жизни. До той поры я хоть и с трудом, но все же скрывал свое отвращение, но теперь оно сделалось настолько явным, что общине на какое-то время пришлось отказаться от своих планов в отношении меня, и одному умудренному опытом монаху было поручено сопутствовать мне в моих одиноких прогулках после того, как я стал избегать всяких встреч с другими. Он подошел ко мне. Брат мой, ты гуляешь один? Я хочу быть один. Но почему? Я не обязан ни перед кем отчитываться в своих поступках. Это верно. Но мне ты можешь доверить все свои побуждения. Мне нечего вам доверять. Я это знаю. Я не имею никакого права рассчитывать на твое доверие. Побереги его для более достойных друзей. Поведение его мне показалось странным. Он просил меня оказать ему доверие и в то же время заявлял, что понимает, что мне в сущности нечего ему доверить, прося одновременно, чтобы я избрал для этой цели более близкого друга. Я однако молчал до тех пор, пока он не сказал «Брат мой, тебя же не дает тоска». Я продолжал молчать. «Если на то будет Господня воля, я помог бы тебе найти средство справиться с нею». И что? «Эти средства вы рассчитываете найти в стенах монастыря?» спросил я, посмотрев ему в глаза. «Да, дорогой брат, да, конечно, весь монастырь, например, обсуждает теперь, в какие часы лучше начинать утренний. Настоятель хочет, чтобы они опять начинались в положенный час, как раньше. Велика ли разница? Целых пять минут? Действительно, это очень важный вопрос. О, стоит тебе только один раз это понять, как ты обретешь в монастырской жизни счастье, и ему не будет конца. Здесь постоянно что-то узнаешь, о чем-то тревожишься, из-за чего-то споришь. Дорогой брат, постарайся вникнуть в эти вопросы, и тебе не придется тогда жаловаться на скуку. У тебя не останется ни одной свободной минуты. Я пристально на него посмотрел и сказал спокойно, но должно быть достаточно выразительно. Выходит, что мне надо возбудить в себе раздражение, недоброжелательство, любопытство, словом, любую из тех страстей, от которых меня должна была спасти ваша обитель. И все это только для того, чтобы жизнь в этой обители оказалась маломальски сносной? Простите меня, но я не могу подобно вам выпрашивать у Господа позволение заключить союз с его врагом против порчи нравов. Если молясь об избавлении от нее, я в то же время поддерживаю ее сам своими поступками. Монах ничего не ответил. Он только воздел к небу руки и осенил себя крестным знамением. Да простит вам Господь лицемерие ваше, прошептал я, а он в это время продолжал свою прогулку и, обращаясь к товарищам, повторял «Он рехнулся, окончательно рехнулся». «Так что же теперь делать?» стали спрашивать все. В ответ я услышал только сдержанный шепот. Я увидел, как несколько голов наклонились друг к другу. Я не знал, что замышляют эти люди, да мне это было и не важно. Я гулял один, был чудесный лунный вечер, я видел, как лунный свет струится сквозь листву деревьев, но мне казалось, что передо мной не деревья, а стены. Стволы их были словно из адаманта, и сомкнутые ветви их, казалось, говорили, теперь тебе никуда от нас не уйти. Я сел у фонтана под сенью высокого тополя. Место это я хорошо помню. Пожилой священник, незаметно подосланный ко мне общиной, уселся возле меня. Он начал свою речь с самых избитых утверждений обренности земного существования. Я покачал головой, и у него хватило такта, который все же не чужд иезуитам, понять, что этим он от меня ничего не добьется. Тогда он переменил тему разговора и стал говорить о том, как хороша листва и какая чистая вода в фонтане. Я согласился с ним. О, была бы наша жизнь такой чистой, как эта струя, добавил он. О, если бы эта жизнь так же зеленела для меня, как это дерево, и так же могла приносить плоды, как этот тополь, и я вздохнул. Сын мой, а разве не случается, что источники пересыхают, а деревья вянут? Да, отец мой, да, источник моей жизни был иссушен, а зеленая ветвь ее навсегда загублена ветром. Произнося эти слова, я не мог удержаться от слез. Священник воспользовался тем, что по его словам было минутой, когда Господь вдохнул на мою душу. Мы говорили с ним очень долго, и наперекор своему обыкновению и против воли я слушал его упорно и внимательно, ибо не мог не заметить, что среди всей монастырской братьей это был единственный человек, который ничем не досаждал мне. Не до того дня, когда я принял монашество, не после. Когда обо мне говорилось все самое худое, он, по-видимому, просто не слушал, и всякий раз, когда его собратья высказывали в отношении меня самые зловещие предположения, качал головой и ничего не говорил. Репутация его была безупречной, и он исполнял все монастырские обязанности с такой же образцовой точностью, как и я. При этом я не испытывал к нему доверия, как вообще ни к одному человеческому существу, но я терпеливо выслушивал его, и терпение мое подвергалось, по-видимому, не совсем обычному испытанию, ибо по прошествии часа я не заметил, что беседа наша затянулась дольше положенного времени, и что замечания нам никто не сделал. Он все еще повторял, сын мой, ты еще примиришься с монастырской жизнью. Никогда, отец мой, никогда, разве что до завтра источник этот иссякнет и дерево засохнет. Сын мой, чтобы спасти человеческую душу, Господь совершал еще более великие чудеса. Мы расстались, и я вернулся к себе в келью. Я не знаю, чем были заняты в ту ночь он и другие монахи, но перед утренней в монастыре поднялся такой шум, что можно было подумать, что весь Мадрид охвачен пожаром. Воспитанники, послушники и монахи сновали из кельи в келью, причем никто их не останавливал и ни о чем не спрашивал, казалось, что всякому порядку настал конец. Ни один колокол не звонил, не слышно было никаких приказаний соблюдать тишину, казалось, что монастырские власти навсегда примирились со всем этим гомоном. Из окна моего я видел, как люди бегают во всех направлениях, обнимают друг друга, что-то громко восклицают, молятся, дрожащими руками перебирают четки и восторженно возводят глаза к небу. Веселящий самонастырь, зрелище странное, противоестественное и даже зловещее. Я сразу же заподозрил что-то недоброе, однако сказал себе, худшее уже позади, второй раз сделать меня монахом они не могут. Сомнения мои длились недолго. Я услышал множество шагов, приближавшихся к моей кельи, множество голосов, повторявших «Скорее, дорогой брат, беги скорее в сад!» Выбора для меня не было. Меня окружили и почти силой вытащили из кельи. В саду собралась вся община. Там находился и настоятель, который не только не старался подавить общие смятения, но напротив, как будто поощрял его. На лицах у всех была радость, а глаза как-то неестественно сверкали. Но весь этот спектакль поразил меня своим лицемерием и фальшью. Меня повели, или, вернее, потащили к тому самому месту, где я так долго сидел и разговаривал накануне вечером. Источник иссяк, и дерево засохло. Я был так поражен, что не мог вымолвить ни слова, а все вокруг меня повторяли чудо, чудо, сам Господь избрал тебя и отметил своей печатью. Настоятель сделал им знак замолчать. Спокойным голосом он сказал, обращаясь ко мне, сын мой, от тебя хотят только одного, чтобы ты поверил в подлинность того, что ты видишь сейчас. неужели ты усомнишься в собственных чувствах, вместо того, чтобы поверить в могущество Господа нашего? Пойди перед ним сейчас жениц, и торжественно и благоговейно признай, что милость его снизошла до чуда, дабы привести тебя ко спасению. Все, что я увидел и услышал, не столько растрогало меня, сколько смутило, но я бросился перед всеми на колени, как мне было велено. Я сложил руки и воскликнул «Господи, если ты действительно сотворил это чудо ради меня, то я верю, что ты озаришь меня своей благодатью и просветишь меня, чтобы я мог объять его разумом своим. Душа моя темна, но ты можешь принести в нее свет. Сердце мое черствело, но твоя всемогущая сила может коснуться его и смягчить. воздействие, которое ты оказываешь на него в это мгновение, шепот неспосланный в его сокровенной глубины не меньшее благо, чем то действие, которое ты оказал на предметы неодушевленные и которые ныне только повергают меня в смятение». Настоятель прервал мою речь. «Замолчи, ты не должен произносить таких слов», сказал он. «Сама вера твоя лжива, а молитва оскорбительна для того, к чьей власти она собирается взывать». Отец мой, скажите, какие слова мне надлежит произнести, «Я повторю их вслед за вами, пусть я даже не проник с убеждением, я во всяком случае вам повинуюсь». «Ты должен попросить прощения у всей общины за оскорбление, которое ты нанес ей тем, что молча противился той жизни, к которой она призвана Господом». Я исполнил то, что он требовал. «Ты должен возблагодарить общину за ту радость, которую она выказала, когда свершилось чудо, подтвердившее истинность твоего призвания. Я исполнил и это. Ты должен также выразить признательность Господу нашему за вмешательство высшей силы, которое нам дано было узреть и которое он явил не столько для того, чтобы убедить людей в благости своей, сколько для того, чтобы навеки вечные возвысить обитель сию, которую он сподобил прославить и возвеличить совершенным в ней чудом. Некоторое время я колебался, но потом сказал, отец мой, позвольте мне произнести эту молитву про себя. Настоятель в свою очередь задумался. он решил, что не стоит требовать от меня слишком многого и, наконец, сказал, как тебе будет угодно. Я продолжал стоять на коленях на земле возле дерева и источника. Теперь я простерся ниц, приник головой к земле и горячо молился про себя, окруженный всею братьей, однако слова моей молитвы были совсем не похожи на те, каких они в эту минуту от меня хотели. Когда я поднялся с колен, не меньше половины всей братьи подошли ко мне и стали меня обнимать. Иные из них действительно проливали слезы, однако исходили эти слезы уж во всяком случае не из сердца. От проявлений лицемерной радости страдает только сама жертва обмана, а лицемерная печаль унижает прежде всего того, кто ее разыгрывает. Весь этот день превратился в какой-то сплошной праздник, моления были сокращены, к обычной трапезе добавлены были сладости, каждому было позволено заходить в чужую келью, не спрашивая на то особого разрешения настоятеля. Подарки, шоколад, нюхательный табак, ледяная вода, ликеры, и что было всего приятнее и нужнее, салфетки и полотенца из тончайшей белоснежной камчатой ткани раздавались всем. Настоятель затворился на полдня с двумя благоразумными братьями, как их принято называть, иначе говоря, с теми, кто избирается для совещаний с настоятелем из числа старых, ни на что не способных монахов, подобно тому, как папа Сикст был избран, ибо его сочли глупым, для того, чтобы подготовить достоверный отчет о свершившемся чуде, который предстояло разослать по главным монастырям Испании. Не было никакой надобности сообщать эту новость в Мадрид, там уже знали о чуде через час после того, как оно свершилось. Злые языки утверждают даже, что часом раньше. Должен признаться, что радостная суета, наполнившая этот день, столь непохожая на все, что мне прежде доводилось видеть в обители, имела для меня самые неожиданные последствия. Я превратился в баловня, сделался героем празднества, а в монастырских празднествах есть всегда что-то нелепое и противоестественное. Мне, можно сказать, начали поклоняться. Да я и сам поддался общему опьянению, на какое-то время поверив, что я действительно избранник Божий. Я стал всячески возвеличивать себя в собственных глазах. Если такое самообольщение греховно, то я очень скоро искупил свой грех. На следующий же день водворился обычный порядок, и я убедился, что приведенная в смятение община может очень быстро вернуться к своей размеренной и строгой жизни. Последовавшие за этим дни только подтвердили это убеждение. Монастырская жизнь подвержена частым колебанием. Сегодня щедро делаются те или иные поблажки, а назавтра восстанавливается самая жестокая дисциплина. Через несколько дней я получил разительное подтверждение того, что мое отвращение к монашеской жизни, несмотря на совершенное чудо, имело веские основания. мне довелось узнать, что один из братьев совершил какой-то мелкий проступок. По счастью, этот мелкий проступок совершил дальний родственник Толецкого архиепископа, и состоял он всего-навсего в том, что тот явился в церковь в пьяном виде, редкий среди испанцев порог, пытался стащить проповедника Самвона, а когда ему это не удалось, взобрался на алтарь, раскидал свечи, опрокинул сосуды и дароносицу, и точно дьявол когтями принялся царапать висевший над престолом образ, бесстыдно при этом богохульствуя и даже произнося перед ликом Богоматери слова, повторить которые невозможно. Был созван совет. Можно себе представить, в каком смятении пребывало в это время монастырское братье. Все, кроме меня, были обеспокоены и взволнованы. Много было разговора о суде инквизиции, ведь ученено было такое бесстыдство, такое непростительное святотатство, что и речи не могло быть о каком-либо снисхождении. Через три дня, однако, приказом архиепископа дело было приостановлено. И на следующее же утро, совершавший кощунство юноша, появился в зале иезуитов, где собрались настоятель и несколько монахов, прочел короткую епитимью, написанную одним из них на неизменное слово пьянство, и отбыл из монастыря для того, чтобы занять прибыльное место в епархии родственника своего архиепископа. А день спустя, после этого позорного случая, обнаружившего потворство злу, обман и святотатство, один из монахов попался на том, что в неположенное время зашел в соседнюю келью вернуть взятую книгу. В наказание за эту провинность его заставили три дня подряд во время терапез сидеть босым на каменном полу в вывернутой наизнанку ряси. Его заставили во всеуслышание признать себя виновным во всевозможных преступлениях, причем среди них были и такие, которых не следовало бы называть, и после каждого признания восклицать «Господи, ты справедливо меня наказал». На другой день обнаружили, что нашлась добрая душа, которая подстелила ему коврик. Тотчас же волнение охватило весь зал. Несчастного обвинили в том, что он пытается уклониться от наказания, которое было для него равносильно смерти, сидеть или, вернее, лежать на каменном полу. «Должно быть, коврик этот ему принес из жалости кто-нибудь из монахов». Сразу же началось следствие. Юноша, которого я прежде не замечал, встал из-за стола и, опустившись на колени перед настоятелем, признал свою вину. Настоятель строго на него посмотрел, а потом удалился вместе с несколькими престарелыми монахами на совещание, дабы обсудить это новое преступление, а через несколько минут зазвонил колокол в напоминание о том, что все должны разойтись по кельям. Дрожат страха. Мы все удалились, и простертые у себя в кельях перед распятием, молились и думали о том, кто же теперь явится новой жертвой и каково будет наказание. Юношу этого мне потом довелось видеть всего только раз. Это был отпрыск богатого и влиятельного рода, но никакое богатство не могло облегчить его участь и смягчить дурное мнение, которое сложилось о нем в монастыре, иначе говоря, у тех четырех монахов людей строгих правил, с которыми настоятель совещался в тот вечер. Езуиты любят заискивать перед людьми сильными, но еще больше быть сильными сами. Совещание пришло к выводу, что виновник должен быть подвергнут в их присутствии унизительному для него покаянию. Ему объявили это решение, и он подчинился. Он повторил вслед за ними слово в слово все, что они заставили его сказать. Потом он снял рубаху и принялся хлистать себя бичом по голым плечам до тех пор, пока кровь не полила с ручьями, повторяя после каждого удара «Господи, прости меня за то, что я посмел чем-то помочь брату Павлу и облегчить его участь в то время, как он нес заслуженное им наказание». Он исполнил все, что от него требовали, втайне все же надеясь, что при первом удобном случае снова постарается чем-нибудь помочь брату Павлу и выручить его. Он был уверен тогда, что наказание этим и ограничится. Ему велели вернуться в келью. Он ушел к себе, однако монахи не удовлетворились произведенным ими расследованием. Они давно уже подозревали брата Павла в распущенности. И рассчитывали получить подтверждение этого от юноши, участие которого в судьбе несчастного только укрепило их подозрения. Все человеческие чувства в монастыре принято считать пороками. Только юноша этот лег в постель, как они снова окружили его. Они сказали, что явились по распоряжению настоятеля для того, чтобы наложить на него новое покаяние, которое будет длиться до тех пор, пока он не признается, что побуждает его принимать такое горячее участие в судьбе брата Павла. Напрасно он восклицал, «У меня нет к нему никакого другого влечения, кроме сочувствия и сострадания». Слов этих они не могли понять. Напрасно он просил, «Я приму любую эпитемию, которую настоятелю будет угодно на меня наложить, но плечи мои все еще в крови», и он показывал свои кровоточащие раны. Истязатели не знали жалости. Его вытащили из кровати и стали хлестать бичом с такой яростью, что, наконец, совсем обезумев от стыда отчаяния и боли, он вырвался из их рук и кинулся бежать по коридору, взывая о помощи и прося пощады. Монахи все были у себя в кельях, ни один из них не осмелился вмешаться, они только вздрогнули и повернулись на другой бок на своих соломенных постелях. Это был канун дня святого Иоанна Богослова, и мне было приказано провести то, что в монастырях называют «часом размышления о грехах в церкви». Я повиновался этому приказанию и лежал простертый, припав лицом и телом к мраморным ступенькам алтаря и уже ничего почти не ощущая от усталости, когда вдруг услышал, что часы бьют двенадцать. Тут я увидел, что назначенный час истек, а я так ни о чем и не поразмыслил. И так вот всегда, подумал я, поднимаясь с колен, сами они сначала лишают меня возможности думать, а потом требуют, чтобы я размышлял о своих грехах. Идя по коридору, я услышал страшные крики и содрогнулся. Вдруг навстречу мне метнулось какое-то привидение. «Сатана ваде ретро! Апаге сатана! Атыди, сатана, прочь от меня!» Вскричал я, бросившись на колени. Голый, истекавший кровью человек пронесся мимо меня, неистого крича от ярости и боли. За ним гнались четверо монахов со свечами в руках. Я запер дверь в конце коридора, сообразив, что они должны будут еще вернуться и снова пробежать мимо меня. Я все еще стоял на коленях и дрожал от головы до ног. Несчастный добежал до двери, увидел, что она заперта, и, собравшись с силами, остановился. Я обернулся. Глазам моим предстала группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо. Несчастный юноша отличался на редкость красивым телосложением. Поза его выражала отчаяние, потоки крови струились по его телу. Монахи в своих черных рясах со свечами в руках держали наготове бичи и походили то ли на скопищи дьяволов, которым удалось захватить заблудшего ангела, то ли на фурий, которые преследуют обезумевшего ареста. И в самом деле, даже среди творений древних скульпторов нельзя было найти фигуры, которая изяществом своим и совершенством форм могла бы сравниться с той, которую они сейчас так варварски истязали. Как ни был мой дух угнетен тем, что все способности столько времени во мне подавлялись, зрелище это было так жестоко, что мгновенно его пробудило. Я кинулся защищать несчастного, ввязался в борьбу с монахами, и при этом у меня вырвались какие-то слова, сам я начисто их забыл, но зато они потом припомнили их во всех подробностях, какие способны воскресить в человеческой памяти злоба и преувеличили все, как только могли. Не помню, что было потом, но в конце концов меня на целую неделю заперли в келью за то, что я столь дерзко нарушил монастырскую дисциплину, а на несчастного послушника, воспротивившегося этой дисциплине, было наложено дополнительное покаяние, такое суровое, что от стыда и всех мук он потерял рассудок. Он стал отказываться от пищи, не мог уснуть и умер через неделю после ночи истязаний, свидетелем которых я стал. Это был юноша на редкость мягкой и обходительной, он увлекался литературой, и даже монашеское обличье не могло скрыть изысканную прелесть всего его существа и манеры себя держать. Как бы украсили его эти качества, живи он в свете. Пусть даже свет мог употребить их во зло и извратить их, но разве привело бы все это к такому страшному и трагическому исходу? Могло ли быть, чтобы мирская жизнь довела его сначала до безумия, а потом обрекла на гибель? Похоронили его в монастырской церкви, и надгробное слово произнес сам настоятель, да, настоятель, тот, кто приказал или разрешил, и уж во всяком случае допустил, чтобы он был доведен до безумия, добиваясь, чтобы он признался в низменных побуждениях, которых на самом деле у него никогда не было. Во время всей этой ханжеской церемонии отвращение мое возросло до крайних пределов. Если раньше я испытывал неприязнь к монастырской жизни, то теперь я ее презирал. Каждому, кто знает человеческую натуру, известно, что искоренить это чувство гораздо труднее, нежели обычную неприязнь. Недолго мне пришлось ждать, чтобы оба эти чувства проявились еще раз. Стояло очень жаркое лето и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря. Каждый день двоих или троих отправляли в больницу, а ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число. Я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, чтобы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре, когда вызванные недугом страдания и приближения смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я втайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей, каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться в причиненном мне зле, и что не имеющие уже губы будут молить меня о прощении, и мольба их не окажется тщетной. Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание, однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его в то время, как он нес свое покаяние. Кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразило. Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели, никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того, и от другого, и слабым движением руки отстранил меня, сказав, дайте мне хотя бы умереть спокойно. Немного погодя, он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка. Он ведь помнил, с каким участием я относился к его несчастному другу. «Так это ты?» спросил он едва слышным голосом. «Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?» Он долго молчал, а потом вдруг ответил «Да, можешь». «Так скажи мне, как?» Голос его и до этого едва слышный, почти совершенно замер, и он прошептал «Не допускай никого из них ко мне. Когда я буду умирать, тебе не придется долго со мной возиться. Час этот близок». Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать, но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с тем неподобающее. Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрешь? Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати, от последнего причащения? В ответ он только покачал головой и, боюсь, что я слишком хорошо его понял. Я не стал больше докучать ему, а спустя несколько минут он уже совсем невнятно пробормотал, не дай им дай мне умереть. Они не оставили мне сил для других желаний. Глаза его закрылись. Я сидел у изголовья и держал его руку в своей. Сначала я еще ощущал, что он пытается пожать ее, потом движения его сделались все слабее, пальцы разжались, брат Павел испустил дух. Я продолжал сидеть возле него, все еще держа его похолодевшую руку, как вдруг стон, донесшийся с соседней кровати, вывел меня из забытья. Там лежал старый монах, тот самый, с кем я вел долгий разговор в ночь накануне чуда, в которое я все еще твердо верил. Я успел заметить, что у человека этого очень мягкий характер, что он приветлив и обходителен с другими. Очевидно, качества эти у мужчин всегда сочетаются с крайней вялостью ума и холодностью души. У женщин все это бывает иначе, но весь мой жизненный опыт неизменно убеждал меня, что когда в характере мужчины обнаруживаются черты женской мягкости и уступчивости, то за этим следуют предательство, вероломство и бессердечие. И во всяком случае, если такие качества налицо, то монастырская жизнь особенно способствует тому, чтобы человек еще более ослабел душевно, при том, что видом своим и манерами он будет располагать к себе окружающих. Когда человек делает вид, что он хочет помочь другим, а в действительности у него нет для этого ни сил, ни даже настоящего желания, то он тешит этим и свои собственные слабости. И еще больше слабости тех, на кого он направляет свое внимание. Монах, о котором идет речь, всегда считался человеком очень слабохарактерным, и вместе с тем в нем было какое-то особое обаяние. Его постоянно использовали для того, чтобы завлекать в монастырь новых послушников. Теперь он умирал. Подавленный тяжелым состоянием, в котором он находился, я ни о чем не думал, кроме тех мер, которые надлежало немедленно принять, и я спросил его, чем я могу ему помочь, готовый сделать все, что было в моих силах. Мне ничего не надо. Я хочу только умереть, ответил он. Лицо его оставалось совершенно спокойным, но в этом спокойствии было не столько смирение, сколько безразличие. Значит, вы совершенно уверены, что вы уже на пути к вечному блаженству? Я ничего об этом не знаю. Как же это, брат мой? Может ли быть, чтобы умирающий произносил такие слова? Да, если он говорит правду. Но если он монах, если он католик, все это пустые слова. Сейчас я во всяком случае ощущаю в себе эту правду. Вы меня поражаете. Мне уже все равно. Я стою на краю пропасти, должен кинуться вниз. и совершенно не важно, поднимут ли при этом крик люди, которые это увидят. Но ведь вы же выразили желание умереть? Желание. Скажите лучше нетерпение. Я только маятник, который шестьдесят лет к ряду отбивал одни и те же часы и минуты. Не пора ли этому механизму захотеть, чтобы его завели? Жизнь моя до того однообразна, что всякий переход, даже к страданию, может быть только благом. Словом, я устал, и мне хочется перемены. Но ведь и я, и вся монастырская община уверены, что вы сделались монахом по призванию. Все, что вам казалось, было обманом. Я жил обманом. Я весь был обман. В мой смертный час я прошу прощения за то, что говорю правду. Думаю, что теперь никто не может мне отказать в этом праве или опровергнуть мои слова. монашество было мне ненавистно. Заставьте человека страдать, и силы его проснуться. Обреките его на безумие, и он впадет в оцепенение, подобно тем живым существам, которых мы находим теперь в дереве или камни, застывшими и успокоенными. Но осудите его одновременно и на страдание, и на бездействие, как-то бывает в монастырях. И он испытает и муки преисподней, и муки распада перед небытием. В течение шестидесяти лет я непрестанно проклинал свою жизнь. Ни разу не был я окрылен надеждой. Мне ничего не оставалось делать, и нечего было ждать. Ни разу не ложился я спать умиротворенный, ибо в конце каждого дня на место благочестивых молитв я мог только перебирать в памяти намеренно учиненные за этот день святотатства. С тех пор, как жизнь твоя перестанет подчиняться твоей собственной волей и подпадает под влияние некой механической силы, а она становится для мыслящего существа нестерпимой мукой. Я никогда ничего не ел с аппетитом, ибо знал, что хочу я есть или нет, я все равно обязан являться в трапезную, как только зазвонит колокол. Я никогда не мог лечь спать спокойно, ибо знал, что тот же колокол призовет меня снова, не посчитавшись тем, нуждается ли мой организм в продлении или сокращении отдыха. Я никогда по-настоящему не молился, ибо молиться стало моей обязанностью, ибо возлагать надежды мне всегда приходилось не на Господнюю правду, а на обещание людей и жить в вечном страхе перед ними. Спасение мое зависело от жизни такого же слабого существа, каким я был сам, и мне, однако, приходилось вынашивать в себе эту слабость и добиваться, чтобы луч благодати Господней хоть на миг блеснул мне сквозь жуткую тьму человеческих пороков. Я так и не узрел его, я умираю без света, без надежды, без веры, без утешения. Слова эти он произнес совершенно равнодушно, и равнодушие его было страшнее, чем самые дикие корчи, в которые повергает человека отчаяние. Но послушайте, брат мой, сказал я, едва переводя дыхание, вы же всегда были очень точны в исполнении монастырских правил. Это было всего-навсего привычкой, поверь словам умирающего. Но помните, вы же ведь очень долго убеждали меня стать монахом. Настойчивость ваша была очевидно искренней. Это ведь было уже после того, как я принял обед. Вполне естественно, что человеку несчастному хочется иметь товарищей по несчастью. Ты скажешь, что это крайний эгоизм, что это мизантропия, но вместе с тем это очень естественно. Тебе ведь приходилось видеть в кельях клетки с птицами. Пользуются же люди прирученными птицами для того, чтобы заманивать диких. Мы были птицами в клетках. Вправе ли ты осуждать нас за этот обман? Я не мог не услышать в словах этих той циничной откровенности глубоко порочных людей, того страшного паралича души, который лишает ее возможности что-либо воспринять или на кого-либо воздействовать. Душа тогда, как бы говорит своему обвинителю, подойди, сопротивляйся, спорь, я вызываю тебя, совесть моя мертва, она не способна ни выслушать, ни высказать, ни повторить упрека. Все это поразило меня, я пытался себя переубедить, но как же тогда объяснить, сказал я, что вы так неукоснительно исполняли все монастырские правила, а ты что, разве никогда не слышал, как звонит колокол? Но ведь ваш голос всегда был самым громким, самым отчетливым в коре, а ты разве никогда не слыхал, как играет орган? Я вздрогнул, однако продолжал расспрашивать его. Я считал, что сколько бы я от него не узнал, этого все равно будет мало. Но скажите, брат мой, ведь молитвы, которым вы непрестанно предавались, должны же были привести вас к тому, что вы незаметно проникли с их духом, не правда ли? Через внешние формы вы должны были в конце концов приобщиться и к самой сути вероучения, не так ли, брат мой? Скажите мне перед смертью всю правду, как бы я хотел обрести эту надежду, я готов претерпеть все, что угодно, лишь бы она пришла ко мне. Такой надежды нет и не будет, сказал умирающий, не обольщайся. Если человек непрестанно исполняет все религиозные обряды, а сам не проникнут духом пресвятой веры, сердце его безнадежно черствеет. Нет людей более чуждых религий, нежели те, кто постоянно занят соблюдением ее форм. Я твердо убежден, что добрая половина нашей братья и сущие атеисты. Мне довелось кое-что слышать о тех, кого принято называть еретиками, и читать то, что они пишут. Среди прихожан наших есть люди, которые ведают местами в церквах. Ты скажешь, что это страшное святотатство торговать местами в храме Господнем, и ты будешь прав. У них есть люди, которые звонят в колокол, когда надо бывает хоронить их покойников, и единственное, чем эти несчастные проявляют свою веру, они следят, пока идет месса, принимать в ней участие они не могут, за взиманием платы, и, падая на колени, возглашают имена Христа и Господа Бога, и одновременно прислушиваются к тому, как хлопают двери, ведущие к привилегированным местам, ибо не могут отрешиться от суетных мыслей, и всякий раз вскакивают с колен, чтобы им досталось хоть малая толика того серебраза, который Иуда предал спасителей себя самого. Ну, а их звонари? Можно подумать, что соприкосновение со смертью делает их человечнее, как бы не так. Могильщики, например, получают тем большую плату, чем глубже вырытая могила. И вот звонарь могильщик, и все остальные затевают иногда настоящую драку над бездыханным телом, которая самой неподвижностью и немотой своей является грозный упрек за эту калечащую человека корысть. Я ничего этого не знал, но последние его слова смутили меня. Так выходит, вы умираете без надежды и веры? Ответом мне было молчание. Но ведь вы же сумели убедить меня своим красноречием, которое оказалось неспосланным выше, чудом, которое я увидел собственными глазами. Он рассмеялся. В смехе умирающего есть всегда что-то очень страшное. Находясь на грани земного и загробного мира, он как будто лжет и тому, и другому и утверждает, что и радости, которые несет нам первый, и надежды, которые сулит второй, не более, чем обман. «Чудо это сотворил я», ответил он с невозмутимым спокойствием и, увы, даже с тем торжеством, которое бывает у заядлых мошенников, «я знал, из какого водоема туда поступает вода. Согласие настоятеля мы за ночь выкачали весь его. Пришлось как следует поработать, и чем больше мы трудились, тем больше потешались над твоим легковерием, но ведь дерево! Я знал кое-какие секреты из области химии. Сейчас у меня уже нет времени их тебе рассказывать. Ночью я обрызгал листья тополя определенным составом, и наутро у них был такой вид, будто они увяли. Сходи посмотри на это дерево недели через две, и ты увидишь, что оно опять такое же зеленое, каким было. И это ваши предсмертные слова? Да. А зачем же вы меня так обманули? Он на какое-то мгновение задумался, а потом собрав все силы и приподнявшись с кровати воскликнул, потому что я был монахом. Мне нужен был этот обман, чтобы завлекать новые жертвы и удовлетворить мою гордость. Нужны были мне и товарищи по несчастью, чтобы облегчить его тяжесть. Говоря это, он весь содрогался. Вместо привычной кротости и спокойствия на лице его появилось выражение, которое я даже не могу описать, что-то насмешливое, торжествующее и дьявольское. В эту страшную минуту я все ему простил. Я схватил распятие, лежавшее у его изголовья, и поднес его к губам умирающего. Он оттолкнул его. Если бы я захотел, чтобы со мной разыграли этот фарс, я выбрал бы для него другого актера. «Знаешь, стоило мне только захотеть и сам настоятель, и половина всего монастыря явились бы сейчас к моему изголовью со своими свечами, со святой водой, с мирницей для последнего помазания и всем предсмертным маскарадом, которым они пытаются обмануть даже умирающего и оскорбить Господа даже у врат его вечного царства». «Я потому и согласился, чтобы ты ухаживал за мной, что знал, какое отвращение ты питаешь к монастырской жизни, и думал, что тебе, может быть, захочется узнать о том, сколько в ней обмана, и до какого отчаяния она может довести человека». Какой эта жизнь не казалась мне постыдной? Ужасы, о которых я услыхал сейчас из уст умирающего монаха, превзошли все то, что рисовало мне мое воображение. Я представлял себе, что она начисто исключает земные радости и даже лишает надежд на них, но теперь речь шла о другой чаше весов, об ином мире, и там тоже была пустота. Можно было подумать, что иезуиты держат в руках обоюдоострый меч, и став между временным и вечным, направляют его против того и другого. На одном лезвии, обращенном в сторону мира бренного, было, как видно, начертано слово «страдай», а на другом, обращенном к вечности, «не надейся». Потеряв в душе всякую надежду, я все еще продолжал допытываться у него, как мне ее обрести, у него, а ведь он лишал меня даже тени надежды каждым произнесенным словом. Так неужели же все должно погрузиться в эту бездну мрака? Неужели для того, кто страдает, нет ни света, ни надежды, ни утешения? Неужели кому-то из нас не дано примириться с нашей долей, сначала стерпеть ее, а потом ее полюбить? И, наконец, если уж отвращение наше так неодолимо, то не можем ли мы поставить ее себе в заслугу перед Богом и принести ему в жертву все наши земные желания и надежды, уповая на то, что он воздаст нам за все столицей? Даже если мы не можем принести эту жертву с тем благоговением, которое явилось бы залогом того, что Господь ее примет, то неужели нам не дано надеяться, что он все же начисто ее не отвергнет? Неужели мы не можем быть, если несчастливы, то хотя бы спокойны? Не можем, если не удовлетвориться ею, то хотя бы смириться? Говорите же, скажите, возможно ли это? Ты хочешь, чтобы уста умирающего исторгли слова обмана? Этого ты не добьешься? Узнай же, что тебя ждет. Люди, обладающие тем, что можно назвать склонностью к религии, иными словами, визионеры, аскеты, люди слабые и угрюмые, творя молитвы, могут возвысить себя до своего рода опьянения. Когда они обнимают мраморные извояния, им может показаться, что холодный камень затрепетал от прикосновения их руки, что в недвижных фигурах пробуждается жизнь, что они внимают их мольбам, что они оборачиваются к молящимся, и в их безжизненных глазах светится милосердие, когда они целуют распятие, им могут послышаться небесные голоса, изрекающие слова прощения, им может почудиться, что спаситель принимает их в свои объятия и зовет их вкусить вечное блаженство, что небеса разверзаются у них на глазах, и что звучат райские гармонии, прославляющие их торжество, но это не что иное, как самое обыкновенное опьянение, и самый заурядный врач знает, какими снадобьями можно вызвать это состояние у пациента, секрет этого самозабвенного экстаза узнается в аптеке, и его можно приобрести по более исходной цене, жители Северной Европы вызывают в себе такой экстаз, прибегая к спирту, турки к опиуму, дервиши к пляске, а христианские монахи к иступленности духа, действующей на изможденную плоть, все это опьянение. Разница заключается только в том, что в мирянах подобное опьянение всегда вызывает довольство собой, тогда как монахи, люди другого мира, испытывая подобное же удовольствие, считают, что оно исходит от Бога. Вот почему в последнем случае опьянение бывает более глубоким, обманным и опасным. Однако природа, которую такого рода излишества неизбежно насилуют, взымает поистине ростовщические проценты за все, что у нее незаконно отняли. Она заставляет расплачиваться за минуты восторга часами отчаяния. Переход от экстаза к ужасу совершается почти внезапно. За какие-нибудь несколько мгновений избранники небес превращаются в изгоев. Они начинают сомневаться в истинности, испытанных ими восторгов, в истинности своего призвания. Они сомневаются во всем, в искренности своих молитв, в действенности искупления грехов, которые дарует спаситель, и в заступничестве пресвятой девы из рая. Они низвергаются в ад. Они начинают кричать, испускать дикие вопли, богохульствовать, со дна преисподней, куда, как им кажется, их столкнули. Они разражаются бранью, поносят творца, ревут, что их прокляли навеки за их грехи, в то время как единственный их грех — это неспособность вынести чрезмерное возбуждение. Как только припадок этот кончается, они снова помнят себя избранниками господними. Людям же, которые начинают расспрашивать их по поводу недавно пережитого ими отчаяния, они отвечают, что попали под власть сатаны, что Господь оставил их и тому подобное. Все святые, начиная с Магомета и кончая Франциском к Саверием, были всего-навсего с плавом безумия, гордости и самообмана. Последний не имел бы, может быть, таких тягостных последствий, но людям свойственно мстить за то, что они обманывали себя тем, что они с особенным рвением начинают обманывать других. Что может быть ужаснее того состояния души, когда сознание собственной греховности вынуждает нас хотеть, чтобы каждое слово оказалось ложью, и вместе с тем мы знаем, что каждое слово сущая правда. Именно в таком состоянии я пребывал тогда, но я пытался смягчить его, говоря себе положим, я никогда не стремился сделаться святым, но неужели же участь всех так плачевно. Монах, который, казалось, радовался случаю излить всю свою злобу, скопившуюся за 60 лет страдания и лицемерия, напрягал, как только мог, свой уже слабеющий голос для того, чтобы мне ответить. Можно было подумать, что все то зло, которое он будет в силах излить на другого, никогда не сравняется с тем, которое пришлось вытерпеть ему самому. Люди очень чувствительные и восприимчивые, говорил он, но лишенные веры, несчастнейшие из всех, но их страдания раньше всего приходят к концу, их изводит повседневное принуждение, угнетает однообразие молитв, их ввергают в отчаяние тупая наглость и чванливое самодовольство, они борются, они противятся злу, на них накладывают покаяние, их наказывают, их собственная строптивость служит оправданием жестокого обращения с ними, впрочем, даже если бы не было этого оправдания, с ними все равно обращались бы жестоко, ибо ничто не дает такой услады людям, гордящим со своей властью над другими, как победа над теми, кто по праву может гордиться умом, остальное ты легко можешь себе представить, ибо сам был многому очевидцем, ты видел несчастного юношу, который заступился за брата Павла, его так избили, что он сошел с ума, доведенный сначала до безумия, потом до полного тупения, он умер, я был тайным советчиком в этом деле, причем все было обставлено так, что меня ни в чем нельзя было заподозрить, чудовище, вскричал я, истинно теперь сравняло нас, и больше того, она даже лишила меня возможности говорить с ним с той мягкостью, какую человеческие чувства предписывают нам по отношению к умирающему, почему, спросил он с тем спокойствием, которое в свое время расположило меня к нему, а теперь возмущало, но без которого нельзя было представить себе его лица, это ведь сократило его страдания, так неужели ты станешь осуждать меня за то, что я не продлил их? Даже когда этот человек старался расположить к себе, в словах его сквозили холод, ирония и насмешка, и это придавало самым обыкновенным вещам убедительности силу. Можно было подумать, что он всю жизнь скрывал правду для того, чтобы в смертный час высказать ее до конца. Такова участь людей чувствительных. Люди менее чувствительные постепенно чахнут и погибают. Незаметно дни их проходят в разведении цветов, в уходе за птицами. Они превосходно исполняют все, что положено. На их долю не достается ни порицаний, ни похвал. У дел их оцепенение и душевная опустошенность. Им хочется смерти, хотя бы потому, что приготовления к ней могут на какое-то время развлечь их и скрасить им монастырские будни, но их и тут постигает разочарование, ибо занимаемое положение запрещает им развлекаться, и они умирают так же, как и жили, не пробудившимися и вялыми. Свечи зажжены, они их не видят, их соборуют, они этого не чувствуют, читаются молитвы, но они не могут в этом участвовать, и в самом деле представление разыгрывается сначала до конца, только главное действующее лицо отсутствует, его уже нет, другие постоянно предаются мечтам, они бродят в одиночестве по монастырю, по саду, они питают себя ядом обольстительных, но бесплодных иллюзий, они мечтают о том, что землетрясение превратит монастырские стены в груду обломков, что посреди сада обнаружится вулкан и начнет извергаться лава, они тешат себя мыслью, что монастырский порядок будет неиспровергнут, что на обитель нападут разбойники словом, что непременно что-то стрящёнся, как бы невероятно это ни было, с тайной надеждой думают они о том, что может вспыхнуть пожар, если в монастыре начнётся пожар, то двери отворятся настиж, и совки п, спасайся, кто может, будет для них спасительным словом, мысль эта рождает в них самые горячие надежды, они смогут вырваться вон, кинуться на улицы, убежать куда-нибудь за город, они ведь готовы ринуться куда угодно, лишь бы уйти отсюда, потом надежды эти в них угасают, тогда они становятся раздражительными, угрюмами, не знают покоя, если они занимают какое-то положение в монастыре, то их освобождают от их обязанностей, и они остаются у себя в кельях, ничем не занятые, отупевшие от безделья, если же у них нет этих привилегий, их вынуждают неукоснительно исполнять все обязанности, и тогда отупение наступает гораздо скорее, так изможденные клячи, которых заставляют работать на мельнице, слепнут гораздо раньше тех, которым приходится выполнять обычную работу, иные из этих людей ищут прибежище в том, что они называют религией, они обращаются за помощью к настоятелю, но что может сделать настоятель, ему ведь тоже не чуждо ничто человеческое, и может быть самого его охватывает отчаяние, так же, как и всех несчастных, которые молят его, чтобы он их от этого отчаяния избавил, потом они падают ниц перед образами святых, они взывают к ним, а иногда даже оскорбляют их, они умоляют их заступиться, за них плачут, видя, что мольбы эти оказались напрасны и устремляются к другим, которые, по их мнению, выше в глазах Господа, они молят снизойти к ним Иисуса Христа и Пресвятую Деву, возлагая на них свои последние надежды, но и эти их усилия оказываются тщетными, Пресвятая Дева неумолимо, невзирая на то, что подножье, на котором она стоит, истерто прикосновениями их колен, а ноги их бесчисленными поцелуями, потом они начинают ходить ночами по коридорам, будут спящих, стучатся в каждую келью, восклицая «Брат Иероним, помолись за меня! Брат Августин, помолись за меня!» Потом на перилах алтаря появляется дощечка, на которой написано «Дорогие братья, помолитесь о заблудшей душе монаха!» На следующий день появляется другая надпись, просят всю общину помолиться за монаха, который охвачен отчаянием, потом они убеждаются, что ждать облегчения их страданий от людей так же напрасно, как ждать его от Бога, что нет на свете такой силы, которая могла бы избавить от них или хотя бы смягчить все те муки, которые причиняет им их доля. Они уползают в свои кельи. Через несколько дней звонит колокол, и братья восклицают, он почил в Бозе, после чего торопится завлечь к себе еще одну жертву. Так это и есть монастырская жизнь? Да, и может быть только два исключения из этого правила. Первое, когда воображение каждый день возрождает в человеке надежду бежать из монастыря, и он продолжает тешить себя этой надеждой даже на смертном мадре, и второе, когда человек облегчает свои страдания, перекладывая их на других, и наподобие паука освобождается от яда, которым полон, и который, вздуваясь, грозит разорвать его, он по капельке выливает его в каждую муху, которая бьется, страдает и гибнет в его сетях, так же вот, как и ты. Когда несчастный произносил эти слова, какая-то злобная усмешка перекосила его черты, и мне стало страшно. На минуту я отошел от его постели, вернувшись, я посмотрел на него, глаза его были закрыты, руки недвижно простерты, он умер. Это были его последние слова. По выражению его лица можно было судить о душе. Лицо его было спокойно и бледно, но застывшая усмешка по-прежнему кривила его губы. Я выбежал из лазарета, что время мне, как и вообще всем, кто ухаживал за больными, разрешалось выходить в сад в неположенное время, может быть, для того, чтобы уменьшить опасность заразиться. Мне было особенно приятно воспользоваться этим разрешением. Сад, озаренный спокойным лунным светом, ничем не омраченное небо над ним, звезды, обращающие человека к мыслям о Боге, все это было для меня одновременно и упреком, и утешением. Я пытался пробудить в себе мысли и чувства, но ни то, ни другое мне не удалось, а ведь может быть именно тогда, когда на душу ложится такая вот тишина, в часы, когда умолкают все наши крикливые страсти, мы больше всего готовы услышать голос Господень. Воображение мое неожиданно раскинуло над моей головой величественный свод огромного храма. Лики святых совсем потускнели, когда я глядел на звезды, и даже алтарь, над которым висело изображение спасителя мира, распятого на кресте, побледнел перед моим внутренним взором, когда я глядел на луну, что в ярком сиянии проплывает по небу. Я упал на колени. Я не знал, к кому я должен обратить свои молитвы, но так как в эту минуту мне никогда еще не хотелось молиться, вдруг кто-то коснулся края моей одежды. Я вздрогнул, как будто совершил какой-то проступок, и меня поймали на месте. Я тут же вскочил на ноги. Возле меня стояла темная фигура, и непонятный прерывающийся голос произнес «Прочтите». В руку мне сунули какую-то бумажку. Четыре дня я носил это письмо зашитым в рясу. Я следил за вами денно и нощно. Сейчас только мне представился случай передать его вам. То вы были у себя в келье, то пели в хоре, то были в лазарете. Разорвите это письмо на мелкие клочки и бросьте их в ручей, или лучше проглотите их, как только прочтете. Прощайте. Ради вас я пошел на опасное дело, добавил он, исчезая во мраке. Когда он уже уходил, я узнал его. Это был привратник монастыря. Я отлично понимал, какой опасности он подвергал себя, передавая мне эту записку. Ведь в монастыре существовало предписание, обязывавшее передавать все письма воспитанников, послушников и монахов, как исходящие от них, так и обращенные к ним, на предварительный просмотр настоятелю, и я не знаю ни одного случая, когда бы это правило нарушили. Воспользовавшись ярким светом луны, я стал читать, и в глубине моего сердца затрепетала какая-то смутная надежда, хоть у меня и не было для этого никаких оснований, и я даже представить себе не мог, о чем в ней будет идти речь. Милый брат, Боже мой, как поразили меня эти слова, представляю себе, как ты возмутишься при первых же строках моего письма. Умоляю тебя ради нас обоих, прочти все спокойно и со вниманием. Мы оба с тобой сделали жертвами обмана, учиненного родителями нашими и духовными лицами, отца и мать мы должны простить, потому что и они сами тоже сделали жертвами этого обмана, совесть их в руках у духовника, а судьбы и наша с тобой и их обоих брошены к его ногам. Милый брат, какую тайну я должен тебе открыть? Меня воспитывали по указаниям духовника, его влияние на слуг было столь же велико, как и на их несчастного господина. Меня всячески старались восстановить против тебя. Говорили, что ты лишаешь меня всех моих прав, и что твое вторжение и противозаконно и позорит нашу семью. Может быть, это хотя бы отчасти объяснит тебе ту противоестественную неприязнь, которую ты нашел во мне, когда мы впервые встретились. Едва ли не сколыбели, меня учили ненавидеть тебя и бояться, ненавидеть тебя как врага и бояться как самозванца. Таков был замысел духовника. Он считал, что влияние, которое он приобрел, заставляя моих отца и мать во всем его слушать недостаточно. Тщеславие его хотело большего, подчинить себе всю нашу семью и прославить себя как пастыря. Вся власть церкви основана на страхе. Ей непременно надо раскрывать преступления или изобретать их. Смутные слухи, ходившие в нашей семье, постоянное уныние, в котором пребывала моя мать, волнение, тревожившее по временам отца, все это помогло духовнику напасть на след, и он с неослабевающим рвением пустился по извилистым тропам сомнения, тайны и разочарований, пока наконец на исповеди моя мать. под угрозами, что он разоблачит ее, если только она осмелится что-либо от него скрыть, будь то поступок или влечение сердца, откровенно ему во всем не призналось. Мы оба с тобой тогда еще были детьми. В голове духовника сразу же созрел план, который он потом и осуществил в ущерб всем, кроме себя самого. Я убежден, когда он начинал плести свои интриги, у него не было какого-либо злого умысла в отношении тебя. Он хотел только одного, упрочить свое влияние, которое духовные лица привыкли отождествлять с влиянием церкви, навязать свою волю целой семье и притом одной из самых знатных в стране, возыметь власть над нею и тиранить ее, использовав для этого проступок женщины, о котором ему удалось выведать вот все, к чему он стремился. Людям, принявшим монашество и тем самым лишившим себя всех радостей, которые приносят нам наши чувства, приходится разжигать в себе другие искусственные страсти, как то тщеславие и жажду власти и духовник обрел цель жизни именно в них. С той поры все стало делаться так, как он этого хотел, и всеми поступками моих родителей руководил он. Это по его наущению мы с тобой с детских лет были разлучены. Он боялся, чтобы наша кровная близость не нарушила его планов. Это он воспитал меня в духе самой жестокой вражды к тебе. Стоило моей матери заколебаться, как он напоминал ей об обете, который она так опрометчиво ему дала. Когда мой отец пытался воспротивиться этому насилию, ему начинали говорить о совершенном моей матерью грехе, о прискорбных раздорах в нашей семье и из уст духовника раздавались страшные слова, обман, клятва преступления, святотатство, гнев церкви. Ты поймешь, что человек этот не остановится ни перед чем, если я скажу тебе, что когда я в сущности был еще ребенком, он открыл мне, в чем состоит совершенный моей матерью грех, добиваясь того, чтобы я с самых ранних лет проникся его взглядами. Допадет гнев Божий на негодяя, который мог позволить себе осквернять такими словами слух ребенка и растлевать его сердце рассказом о позоре его матери и все только для того, чтобы сделать из него ревностного поборника церкви. Но и это еще не все. Как только я вырос, настолько, чтобы выслушивать его речи и понимать их смысл, он принялся отравлять мою душу всеми доступными ему способами, он старался всячески преувеличить пристрастие моей матери к тебе и уверял меня, что чувство это часто вступает в напрасную борьбу с ее совестью. Отца моего он изображал меня человеком слабым, но любящим и в силу гордости вполне естественной для юноши, столерана, ставшего отцом, крепко привязанным к своему первенцу. Он говорил, сын мой, ты должен готовиться к борьбе со множеством предрассудков, этого требуют от тебя интересы церкви и общества, разговаривая с родителями, будь высокомерен, ты владеешь тайной, которая не может не разъедать их совесть, используя это в своих интересах. Можешь представить, какое действие произвели эти слова на мое пылкое сердце, ведь говорил их тот, в ком меня учили видеть посланца Божьего. Все это время, как мне потом довелось узнать, в душе его шла борьба. Он долго не мог решить, не лучше ли ему стать на твою сторону, или во всяком случае лавировать между тобой и мной, дабы, пробудив в моих родителях подозрительность, еще больше укрепить свою власть над ними. Но какие бы обстоятельства не влияли на это решение, нетрудно понять, какое влияние могли оказать на меня его уроки. Я рос беспокойным, ревнивым и мстительным, я сделался дерзок с родителями и подозрителен ко всем окружающим. Мне еще не исполнилось одиннадцати лет, как я стал уже нагло выговаривать отцу за то, что он оказывает тебе предпочтение. Я стал оскорблять мою мать, напоминая ей о содеянном ею грехе. Я жестоко обращался со слугами, я стал грозою всех живших в доме, а негодяй, который поторопился сделать из меня дьявола, оскорбляя мои сыновьи чувства и заставляя меня попирать все самое святое, то, что он, напротив, должен был научить меня беречь или лерить, был убежден, что исполняет свой долг и укрепляет власть церкви тайны дома узнать норовят, чтоб держать его в страхе. Накануне дня нашего первого свидания, которого нам раньше не собирались давать, духовник пришел к моему отцу. Сеньор, сказал он, я думаю, что будет лучше познакомить братьев друг с другом. Может быть, Господь тронет их сердца и, снизойдя к ним благодатным влиянием своим, поможет вам отменить приказ, грозящий одному из них заточением и обоим жестокой разлукой на вечные времена. Отец согласился. В глазах его засияли слезы радости. Слезы эти, однако, не смягчились сердца духовника. Он пришел ко мне и сказал, дитя мое, соберись силами. Твои вероломные, жестокие, несправедливые родители собираются разыграть перед тобою комедию, а они решили свести тебя с твоим незаконным братом. Я отпихну его ногой у них на глазах, если только они осмелятся это сделать, сказал я гордо, ибо раньше времени воспитание сделало из меня деспота. Нет, дитя мое, этого нельзя. Ты должен сделать вид, что подчиняешься воле родителей, но ты не должен становиться их жертвой. Обещай мне, дорогое дитя мое, обещай, что будешь решителен и сумеешь притвориться. Обещаю вам быть решительным, а притворство можете оставить себе. Так оно и будет, коль скоро это в твоих интересах. Он снова побежал к моему отцу. Сеньор, говоря с вашим младшим сыном, я опустил в ход все красноречие, дарованное мне Господом и природой. Сердце его смягчилось, он уже уступил. Он ждет, не дождется, когда сможет кинуться в объятия брата и услышать, как вы благословите обоих ваших сыновей, соединив их сердца. Ведь и тот, и другой ваши родные дети. Вы должны отказаться от всех предрассудков и... У меня нет никаких предрассудков, воскликнул мой несчастный отец. Я хочу только одного, увидеть, как оба мои сына обнимут друг друга, и если Господу будет угодно призвать меня в этот миг к себе, я повинуюсь его призыву и умру от радости. Духовник попенял ему за эти слова, вырвавшиеся из глубины сердца, и, нисколько ими нетронутый, поспешил снова ко мне, стремясь довести до конца затеянное им дело. Дитя мое, я предупредил тебя о том, что все родные твои вступили в заговор против тебя. Доказательство этому, ты увидишь уже завтра, твоего брата привезут сюда, тебе велят обнять его и будут думать, что ты согласишься, но стоит только тебе это сделать. И твой отец истолкует это как знак того, что ты отказываешься от всех своих прав единственного законного сына. Уступи своим лицемерным родителям, обними своего брата, но выкажи при этом свое отвращение к этому поступку, дабы обманывая тех, кто решил обмануть тебя, не поступать против совести. Будь же осмотрителен, мое дорогое дитя, обними его так, как обнял бы змею. Он столь же хитер, а я от его смертелен. помни, что от решения твоего зависит исход этой встречи. Сделай вид, что воспылал к нему любовью, но помни при этом, что ты обнимаешь смертельного своего врага при этих словах. Как я ни был к тому времени развращенным, я содрогнулся, но ведь это же мой родной брат, воскликнул я. Это ничего не значит, сказал духовник, это враг господа нашего и самозванец, не признающий закона. Ну, что же, дитя мое, теперь ты готов? Готов? Да, готов, ответил я. Ночью, однако, я не знал покоя. Я попросил, чтобы ко мне вызвали духовника, но как же все-таки поступят с этим несчастным, речь шла о тебе, спросил я. Он должен принять монашество, изрек духовник. Слова эти пробудили во мне вдруг такое участие к тебе, какого у меня никогда не было раньше. Он никогда не станет монахом, сказал я, исполненный решимости, ибо человек этот научил меня говорить решительно. Духовник, казалось, был смущен, но в действительности испуган тем духом непокорности, который он сам же во мне пробудил. Пусть лучше идет служить в армию, сказал я. Пусть станет самым обыкновенным солдатом. Я помогу ему продвинуться выше, пусть он изберет самую низкую профессию, мне не будет стыдно признать его своим братом, но знайте, отец мой, монахом ему никогда не бывать. Дорогое мое дитя, на каком же основании ты так яро противишься этому решению. Это ведь единственное средство для того, чтобы в семье вашей снова воцарился мир, и для того, чтобы его обрело жалкое существо, чья судьба тебя так волнует. Отец мой, я не хочу больше этого слушать. Обещайте мне, что вы никогда не станете понуждать моего брата принять монашество, если хотите, чтобы я обещал вам в будущем повиновение. Понуждать? Какое же может быть понуждение там, где речь идет о призвании, дарованном свыше? У меня нет в этом уверенности, но я хочу, чтобы вы обещали мне то, о чем я прошу. Духовник колебался, но потом сказал «Хорошо, обещаю». И он поспешил сообщить моему отцу, что я больше не противлюсь нашей встрече с тобой и что я в восторге от того, что, как мне стало известно, брат мой полон ревностного желания сделаться монахом. Так была устроена наша первая встреча. Когда по приказанию отца руки наши сплелись в объятии, то, клянусь тебе, брат мой, я ощутил в них ту дрожь, которая говорит о любви. Но сила привычки вскоре подавила во мне естественные чувства, и я отшатнулся от тебя. Собрав все силы, которыми наделила меня природа и которые во мне породила страсть, я постарался предать лицу своему выражению ужаса и с великой дерзостью выставил его напоказ родителям, а в это время духовник, стоя за их спиной, улыбался и делал мне знаки, которые должны были меня приободрить. Мне казалось, что я отлично сыграл свою роль. Во всяком случае, сам я был доволен собой и удалился со сцены такими гордыми шагами, как будто стопы мои попирали простертый под ними мир, тогда как в действительности я попирал ими голос крови и трепет сердца. Несколько дней спустя меня послали в монастырь. Духовника охватила тревога, когда он услыхал из моих уст тот непререкаемый тон, которому он сам же меня учил, и он настоял на том, чтобы на воспитание мое обратили особое внимание. Родители мои согласились со всеми его требованиями. Как это ни странно, согласился с ними и я, но когда меня посадили в карету и повезли в монастырь, я вновь повторял духовнику «Помните, мой брат не станет монахом». Следовавшие за этим строки невозможно было прочесть. Должно быть, писались они в большом смятении. Порывистость и пылка и нрав моего брата передались его почерку. Пропустив несколько совершенно неразборчивых страниц, я мог различить следующие слова. Странно было подумать, что ты, который был предметом моей застарелой ненависти, после посещения монастыря возбудил во мне участие. Если раньше я принял твою сторону из одной только гордости, то теперь у меня уже были веские основания ее отстаивать. Сострадание, инстинкт, все равно что, но чувство это сделалось долгом. Когда я видел чье-либо презрительное обращение с людьми низших сословий, я говорил себе «Нет, ему никогда не придется этого испытывать, это же мой брат». Когда занимаюсь чем-либо, я делал успехи и меня за это хвалили, я с горечью думал «Меня хвалят, а на его долю никогда не достанется похвалы». Когда меня наказывали, что случалось гораздо чаще, я думал «Он никогда не испытает этого унижения». Воображение мое увлекало меня все дальше. Я верил, что в будущем сделаю с твоим покровителем. Мне казалось, что я смогу искупить несправедливость природы, оказать тебе помощь и возвеличить тебя. Добьюсь того, что в конце концов ты признаешь сам, что обязан мне больше, чем родителям, что я кинусь к тебе без всякой задней мысли, с открытым сердцем, и мне ничего не надо будет взамен, никакой другой благодарности, кроме твоей любви. Я уже слышал, как ты называешь меня братом. Я просил тебя не произносить этого слова и называть меня своим благодетелем, гордый, великодушный и горячий от природы. Я еще не окончательно освободился от влияния духовника, но всем своим существом, каждым порывом души уже тянулся к тебе. Может быть, причина этого лежит в особенностях моей натуры, которая неустанно боролась против всего, что пытались ей навязать, и с радостью вбирала в себя все то, что ей самой хотелось узнать, к чему ей самой хотелось привязаться. Не приходится сомневаться в том, что как только во мне стали возбуждать ненависть к тебе, мне захотелось твоей дружбы, твои кроткие глаза, их нежный взгляд постоянно преследовали меня в обители. На все предложения стать мне другом, исходившие от воспитанников монастыря, я отвечал, мне нужен брат. В поведении моем появились резкость и сумасбродство, и в этом нет ничего удивительного, ведь совесть моя стала противодействовать заведенным привычкам. Иногда я исполнял все, чего от меня хотели, с таким рвением, которое заставляло тревожиться за мое здоровье, порой уже никакая сила не могла заставить меня подчиниться повседневным монастырским правилам, и никакое наказание меня не страшило. Общине надоело терпеть мое упрямство, резкость и частое нарушение устава. Было написано моему духовнику с просьбой удалить меня из монастыря, но прежде, чем он успел это сделать, я заболел лихорадкой. Меня окружили неослабным вниманием, но на душе у меня была тяжесть, и никакие заботы не могли облегчить моего положения. Когда в назначенные часы мне со скрупулезной точностью подносились лекарства, я говорил, пусть мне его даст мой брат, и будь это даже отрава, я готов принять ее из его рук. Я причинил ему много худого. Когда колокол созывал нас на утренню или вечерню, я говорил, неужели они сделают моего брата монахом. Духовник обещал мне, что этого не случится, но ведь все вы обманщики. Кончилось тем, что они обернули язык колокола тряпкой. Услыхав его приглушенный звук, я воскликнул, вы звоните по покойнику, брат мой умер, это я его убийца. Эти столь часто повторявшиеся восклицания, которых монахи никак не могли принять, приводили в ужас всю общину. Я был в бреду, когда меня привезли в отцовский дворец в Мадриде. Кто-то, похожий на тебя, сидел рядом со мной в карете, вышел из нее вместе со мной, когда мы приехали, помог мне, когда меня посадили туда снова. Я так живо ощущал твое присутствие, что часто говорил слугам, не трогайте меня, мне поможет брат. Когда утром они спрашивали меня, как я спал, я отвечал очень хорошо, Алонсо всю ночь сидел у моей постели. Я просил ухаживающего за мной призрака не оставлять меня, и когда подушки были уложены так, как мне хотелось, говорил, какой у меня добрый брат, как он ухаживает за мной, только почему же он не хочет со мной говорить? На одной из остановок в пути я начисто отказался от всякой еды из-за того, что призрак, как мне чудилось, отказывался ее принять. Я говорил тогда, не заставляйте меня есть, видите, мой брат не принимает никакой пищи, о, я прошу его простить меня, сегодня у него день воздержания, поэтому он и не притрагивается к еде, смотрите, как он верен своим привычкам этого достаточно. Самое удивительное, что еда в этом доме оказалась отравленной, и двое моих слуг умерли, так и не доехав до Мадрида. Я упоминаю об этих обстоятельствах для того, только чтобы показать, как крепко ты приковал к себе мое воображение, и как сильна была моя любовь к тебе. Как только ко мне вернулось сознание, первый же мой вопрос был о тебе. Родители мои это предвидели, и для того, чтобы избежать объяснения со мной и последствий, которые оно могло иметь, ибо знали мой горячий нрав, поручили все это дело духовнику. Он взялся за него, а как он его выполнил, ты сейчас узнаешь. При первой же он принялся поздравлять меня с выздоровлением и сказал, что очень сожалеет о тех неприятностях, которые мне пришлось испытать в монастыре, заверив меня, что в родном доме меня ждет поистине райская жизнь. Какое-то время я выслушивал все, что он говорил, а потом вдруг спросил, что вы сделали с моим братом? Он в лоне господнем, ответил духовник и перекрестился. За мгновение я все понял. Не дослушав его слов, я кинулся вон из комнаты. Куда ты, сын мой? Я хочу видеть отца и мать. отца и мать? Сейчас это невозможно, но все-таки я их увижу. Не навязывайте мне своей воли, не срамите себя этим постыдным самоуничижением, сказал я, видя, что он сложил руки в мольбе. Все равно я увижу отца и мать. Проведите меня к ним сию же минуту. Не то берегитесь, от вашего влияния на семью не останется и следа. При этих словах он вздрогнул. Он боялся не того, что я могу повлиять на моих родителей, а моей ярости. Ему приходилось теперь пожидать плоды своих же собственных наставлений. Его воспитание сделало из меня человека порывистого и страстного, ибо ему все это было нужно для определенной цели, но он никак не рассчитывал, что дело примет иной оборот, что все чувства, которые он пробудил во мне, устремятся в направлении противоположном тому, которое он хотел им предать. Он был уверен, что будет в силах распоряжаться ими и впредь. Горе тем, кто учит слона поражать своим хоботом врагов и в то же время забывает, что за один миг он может повернуть этот хобот назад и, сбросив седока в грязь, потом его растоптать. Именно в таком положении очутился и духовник по отношению ко мне. Я настаивал, чтобы меня немедленно отвели к моему отцу. Он противился нашей встрече, молил меня не настаивать на ней, и, наконец, прибег к последнему безнадежному доводу. Напомнил мне о том, сколько снисхождения он мне выказывал и как потворствовал всем моим желаниям. Ответ мой был коротким, но если бы только он мог проникнуть в душу таким наставником и таким священником, это и сделало меня тем, что я есть теперь. Проведите меня сейчас же в комнату отца, иначе я все равно пробьюсь туда силой, услыхав эту угрозу, которую, как он отлично понимал, я мог привести в исполнение, ибо я, как ты знаешь, силен и намного выше его ростом. Он задрожал от страха, и, признаюсь, это проявление физической и духовной немощи окончательно утвердило меня в презрении, которое я к нему испытывал, весь согнувшись. Провел он меня туда, где сидели отец и мать, на балкон, выходивший в сад. Родители были уверены, что все уже уладилось, и изумлению их не было границ, когда я ворвался в комнату, а вслед за мной вошел духовник, по лицу которого можно было угадать, что разговор наш ни к чему не привел. Духовник сделал им знак, которого я не заметил, но который, однако, нисколько им не помог. За одно мгновение я очутился перед ними, и, увидев, что я смертельно бледен от снедавшей меня лихорадки, и в то же время разъярен, и, дрожа, бормочу что-то невнятное, они ужаснулись. Несколько раз они обращали к духовнику полные упреков взгляды, а он по своему обыкновению отвечал на них только знаками. Мне эти знаки были непонятны, но я за один миг заставил родителей понять, чего я от них хочу. Скажите, папенька, спросил я, обращаясь к отцу, правда ли, что вы заставили моего брата стать монахом? Отец мой не знал, что ответить. Наконец он сказал, я считал, что духовник, которому это поручено, расскажет тебе все сам. Скажите, папенька, а какое право имеет духовник вмешиваться в отношения между отцом и сыном? Этот человек никогда не сможет сделаться отцом сам. у него никогда не может быть детей, так как же он может быть судьей в подобном вопросе? Ты совсем забылся. Ты забываешь о том, что следует уважать служителей церкви, папенька. Я ведь только что оправился от грозившего мне смертью недуга. Моя мать и вы сами дрожали за мою жизнь, так вот, эта жизнь зависит от ваших слов. Я обещал этому негодяю повиновение при одном условии, и это условие он нарушил. Умей себя держать, сказал мой отец, пытаясь придать голосу своему властность, что плохо ему удавалось, потому что губы его, произносившие эти слова, дрожали. Или выйди сию же минуту вон отсюда. Сеньор, вкратчиво сказал духовник, я не хочу быть причиной раздора в семье, которую мне всегда хотелось видеть счастливой и честь которой я всегда отстаивал, ибо после нашей пресвятой церкви она мне дороже всего на свете, пусть он говорит, память об учителе моем распятом на кресте даст мне силы вынести его оскорбления, тут он перекрестился. Негодяй! вскричал я, схватив его зарясу, обманщик, лицемер, в эту минуту я был способен на все что угодно, но отец мой не позволил мне дать волю рукам. Моя мать была в ужасе, она громко вскрикнула, и поднялась невообразимая суматоха, в памяти моей остались только лицемерные возгласы духовника, который как будто старался помирить меня с отцом и просил, чтобы Господь вразумил и его, и меня, он непрерывно повторял «Синьор, прошу вас не вступайтесь, я снесу любое поношение во имя Господне», и, продолжая креститься, он взывал ко всем святым и восклицал «Пусть все оскорбления, клевета и побои лягут на чашу весов небесных вместе со всеми заслугами, которые уже взвешены на этих весах равно, как и мои грехи», и он еще осмеливался взывать к заступничеству святых, к чистоте непорочной Девы Марии и даже к пролитой крови и к мукам Иисуса Христа, перемежая все эти призывы лицемерным самоуничижением. Комната заполнил слугами, сбежавшими сына крики, мою мать, которая все еще продолжала кричать от ужаса, увели прочь, отца, который очень ее любил, мое вызывающее поведение привело в бешенство. Он выхватил тесак. Когда он стал приближаться ко мне, я вдруг засмеялся. Таким смехом, от которого кровь в нем похолодела, я растопырил руки и, выставив грудь вперед, закричал «Разите!» Это будет достойным завершением монастырского произвола. Он начался с насилия над человеческой природой окончается детоубийством. «Разите!» Пусть ваш удар принесет торжество и славу церкви и умножит заслуги его преподобия духовника. Вы уже принесли ей в жертву своего Исава, своего первенца. Пусть же второй жертвой вашей станет теперь Яков. Отец подался назад и в ужасе от моего перекошенного от гнева и волнения лица, которое судорожно подергивалось, вскричал «Дьявол!» и, отойдя в другой угол комнаты, смотрел на меня, содрогаясь от ужаса. А кто сделал меня им? Он, тот, кто развивал во мне все дурные качества, чтобы использовать их в своих собственных целях. Из-за того только, что братские чувства вызвали во мне порыв великодушия, он уже готов представить меня сумасшедшим или довести до безумия для того, чтобы достичь своей цели. Папенька, я вижу, все родственные чувства, все законы человеческой природы попраны этим хитрым и бессовестным священнослужителем. Это из-за него брата моего подвергли пожизненному заточению. Это из-за него само рождение наше стало проклятием для нашей матери и для вас. Что принесло нам его вторжение в нашу семью и роковое влияние, которое он в ней приобрел, кроме раздора и бедствий? Вы только что направили на меня острие вашего тесака. Так скажите, кто, природа или монах, вооружил отца против сына, единственным преступлением которого было то, что он заступился за родного брата? Прогоните же этого человека. От его присутствия черствеют наши сердца. Давайте поговорим с вами хотя бы несколько минут, как отец с сыном, и если я не смирюсь тогда перед вами, оттолкните меня от себя навсегда. Отец, ради всего святого поглядите, сколь велико различие между этим человеком и мной. Мы оба стоим на пороге вашего сердца, так рассудите же нас. В душе его громоздится образ эгоистической власти, ничего не выражающий сухой, но освященной церковью. А в моем обращении к вам говорит голос крови, и он не может не быть искренним, хотя бы потому, что повинулись ему, я пренебрегаю моими личными интересами. Он хочет одного — иссушить вашу душу, а мне хочется ее растрогать. Идут ли его речи от сердца, пролил ли он хоть одну слезу, сказал ли хоть одно искреннее слово, он обращается к Богу, а я могу обращаться только к вам. Сама ярость моя, которую вы справедливо осуждаете, не только оправдывает меня, но и достойно похвалы тому, кто ставит дело, за которое он борется, выше всех личных выгод, нет нужды доказывать, что заступничество его искренне. Ты только усугубляешь свою вину тем, что хочешь переложить ее на другого. Ты всегда был вспыльчивым, непокорным, строптивым, да, но кто сделал меня таким? Спросите у него самого. Разберитесь в этой позорной комедии, где двоедушием своим он заставил меня играть такую роль. Если ты хочешь выказать покорность, докажи это прежде всего тем, что обещаешь никогда больше не терзать меня напоминанием об этом. Участь твоего брата решена. Обещай мне никогда больше не произносить его имени и никогда. Никогда вскричал я, никогда не стану я насиловать свою совесть подобным обетам, и надо быть человеком совершенно бесстыдным и отверженным небесами, чтобы предлагать мне такое. Произнося эти слова, я все же опустился на колени перед отцом, но он от меня отвернулся. В отчаянии я обратился к духовнику. Если вы истинный служитель небес, то докажите, что вы действительно посланы ими, водворите мир в смятенной семье, помирите отца моего с его обоими сыновьями, вам достаточно произнести для этого одно слово, вы знаете, что это вашей власти, но вы не станете этого делать. Мой несчастный брат не оказался таким непреклонным к вашим настояниям, но разве справедливость их может сравниться с моими. Я так оскорбил духовника, что нечего было надеяться на прощение, и если я говорил, то лишь для того, чтобы разоблачить его, а отнюдь не убедить. Я не ждал, что он мне ответит, и он действительно не вымолвил ни слова. Я стал на колени между отцом и духовником, хотя отец и вы оставили меня, закричал я, я не падаю духом и обращаю мою мольбу к небесам. Я призываю их в свидетели и говорю, что никогда не покину моего брата, которого вы преследуете и хотите, чтобы я его предал. Я знаю, что сила на вашей стороне, так вот, я бросаю ей вызов. Я знаю, нет такой хитрости, такого обмана, такого коварства, к каким вы не прибегнете. Все злобные силы земли и преисподней будут брошены против меня. Призываю небеса в свидетели против вас и молю их об одном помочь мне вас победить. Отец мой потерял всякое терпение. Он приказал слугам поднять меня с колен и вывести вон силой. Стоило ему заговорить о применении силы, столь ненавистной моей властной натуре, привыкшей располагать неограниченной свободой, как это роковым образом повлияло на мой рассудок, едва обретший ясность и подвергшийся столь тягостному испытанию в последней борьбе. У меня снова началось что-то вроде бреда. Папенька в выступлении вскричал я. Знаете вы, сколько мягкости, великодушия и всепрощения в существе, которое вы так жестоко преследуете? Я ведь обязан ему жизнью. Спросите ваших слуг. Они подтвердят, что он ехал всю дорогу со мной и не покидал меня ни на минуту? Это он заботился о том, чтобы я вовремя ел. Он давал лекарства и поправлял подушки, на которых я лежал. «Ты бредишь!» вскричал отец, услыхав это ни с чем не сообразное утверждение, но сам тут же грозным испытующим взором посмотрел на слуг. Те дрожа все как один поклялись, как только можно было поклясться, что с тех пор, как я уехал из монастыря, они не подпускали ко мне ни одно живое существо. Когда я услыхал их клятвы, а каждое слово в них было сущей правдой, разум окончательно оставил меня. Я назвал последнего из говоривших лжецом и даже дошел до того, что ударил тех, что стояли всего ближе ко мне. Эта вспышка бешенства ошеломила отца, и он вскричал «Он сошел с ума!» Духовник, который все это время хранил молчание, тут же подхватил это и повторил «Он сошел с ума!» Слуги то ли от страха, то ли из убеждения, что это действительно так, повторили эти слова вслед за ними, меня схватили, вытащили вон из комнаты, и это насилие, которому я, как всегда, яростно воспротивился, привело как раз ко всему тому, чего так боялся отец и чего так хотел духовник. Я вел себя так, как только мог вести себя мальчишка, не совсем еще излечившийся от лихорадки и все еще продолжавший бредить в комнате у себя. Я посрывал все драпировки и побил все фарфоровые вазы, швыряя ими вслуг. Когда они схватили меня, я покусал им руки, когда они вынуждены были связать меня, я впил са зубами в веревки и в конце концов, собрав все силы, их перегрыз. Словом, произошло именно то, на что возлагал свои надежды духовник. Меня заперли в комнате на несколько дней. За это время ко мне вернулись только те душевные силы, которые обычно оживают в уединении, а именно непоколебимая решимость и умение все затаить в себе. Вскоре же мне пришлось воспользоваться и тем и другим. На двенадцатый день моего заточения появившийся в дверях слуга низко поклонился и сказал, что если я чувствую себя лучше, отец мой просит меня прийти. Под стать его заученным движением поклонился я и, словно окаменев, пошел за ним следом. Рядом с отцом восседал приглашенный, чтобы поддержать его духовник. Отец поднялся и, сделав несколько шагов мне навстречу, обратился ко мне с отрывистыми фразами, из которых можно было заключить, что говорит он по принуждению. В нескольких словах он выразил мне свое удовольствие по поводу того, что я поправился, а потом спросил, ну как? Ты подумал о том, о чем мы говорили с тобой в последний раз? Да, подумал, и у меня было для этого достаточно времени. И ты с пользой провел это время? Надеюсь, что да. Раз так, ты, должно быть, сделал выводы, которые будут отвечать надеждам семьи и интересам церкви. От этих слов мне стало не по себе, но я ответил так, как полагалось. Немного погодя ко мне подошел духовник, то он его был дружелюбен, и он старался говорить о вещах посторонних. Я отвечал, каких это стоило мне усилий, и тем не менее я все же отвечал ему со всей горечью, которая сопутствует вынужденной учтивости. Все, однако, обошлось хорошо. Семья моя, как видно, была довольна тем, что я взялся за ум. Совершенно измученный всем, что случилось, отец рад был восстановить мир любой ценой. Мать, еще больше, чем он, ослабевшая от борьбы собственной совести с настояниями духовника, заплакала и сказала, что она счастлива. Уже месяц, как воцарился покой. Но покой этот обманчив. Они думают, что я покорился, но на самом деле, правду говоря, одной власти духовника в семье было бы достаточно, чтобы ускорить мое решение. Он поместил тебя в монастырь, Но неутомимому прозалитизму церкви этого было мало. Его растущее влияние привело к тому, что даже дворец герцога Молсады стал походить на обитель. Моя мать сделалась настоящей монахиней. Вся ее жизнь уходит на то, чтобы вымаливать прощение греха, за который духовник едва ли не каждый час накладывает на нее новое наказание. Отец мой то дает волю своим чувствам, то вдруг становится суровым и строгим, он мечется между земными страстями и помыслами о жизни вечной. Доведенный до отчаяния, он начинает осыпать горькими упреками мою мать, а вслед затем вместе с ней налагает на себя тихчайшую епитемью. Если религия подменяет внутреннее исправление человека внешними строгостями, то не говорит ли это о том, что в ней есть какой-то изъян? Меня тянет проникать в суть вещей, и если бы мне удалось добыть книгу, которую они называют Библией, Хоть они утверждают, что в ней содержатся слова Иисуса Христа, они никогда не позволяют нам в нее заглянуть, то мне кажется, впрочем, это не важно, слуги и те выглядят настроенными на духовный лад, они разговаривают между собой шепотом, крестятся, услыхав бой часов, они осмеливаются говорить, не стесняясь даже меня, что слава Господа Бога и Пресвятой Церкви умножится от того, что отец мой должен будет принести в жертву ее интересам всю свою семью. Лихорадка моя прошла, не было минуты, когда бы я перестал думать о тебе. Меня уверили, что у тебя есть возможность отречься от принесенных тобой обетов. Сказать, так мне советовали, что ты был вынужден совершить этот шаг под действием угроз и обмана. Знаешь, Алонсо, мне легче согласиться, чтобы тебя сгноили заживо в стенах монастыря, чем видеть тебя живым свидетелем позора нашей матери. Но мне сказали, что отречься от твоего обета ты можешь и на светском суде. Если это действительно так, тебя все равно освободят и я буду счастлив. Не беспокойся относительно могущих быть расходов, я их оплачу. если у тебя хватит решимости, то я не сомневаюсь, что в конечном счете мы победим, я говорю мы, потому что я не буду знать ни минуты покоя до тех пор, пока не наступит твое освобождение. Употребив на это половину годичного содержания, я подкупил одного из слуг, брата монастырского привратника, и он передаст тебе это письмо, ответь мне через него же, это самый надежный способ, при котором все останется в тайне, насколько я понимаю, ты должен письменно изложить свое дело, и послание это будет передано адвокату, оно должно быть очень резким и решительным, но помни, не слово о нашей несчастной матери, мне стыдно говорить эти слова ее сыну, сумей как-нибудь достать бумагу, если это окажется почему-нибудь трудным, то бумагу я добуду и тебе перешлю, но для того, чтобы не возбуждать подозрений и не слишком часто прибегать к услугам привратника, лучше постарайся достать ее сам, ты можешь найти предлог, чтобы попросить ее в монастыре, скажи, например, что собираешься писать исповедь, а я позабочусь о том, чтобы все было сохранено и доставлено куда надо. Да хранит тебя Бог, только не Бог монахов и духовников, а Бог живой и милосердный, любящий тебя брат Хуан де Мансада. Вот что содержалось в записках, которые по частям время от времени передавал мне привратник. Первую из них я проглотил, как только успел прочесть. Все остальные я сумел сразу же уничтожить. Моя работа в лазарете предоставляла мне большую свободу. Дойдя до этой части рассказа, испанец был сам не свой, должно быть не столько от усталости, сколько от волнения, и Мелмот уговорил его прервать рассказ на несколько дней, на что тот охотно согласился. Продолжение следует...